И не им будут внимательно следить. Мне нужно придумать решение, ли тянь-тянь оказался перед дилеммой. Однако он быстро вспомнил, кто он такой. Затем он махнул рукой, чтобы позвонить менеджеру. Найдите абсолютного доменного эспера, чтобы защитить меня. Так или иначе, у меня есть это чувство неловкости. Сердце управляющего ёкнуло. Даже эта невеста тоже почувствовала что-то неладное? Хорошо. Абсолютный доменный эспер, который был размещен здесь, пришел лично, чтобы защитить эту невесту. Суха, который был нацелен на этого абсолютного доменного эспера, мог только горько улыбнуться и изменить свою позицию. Итак, человек, которого позвал менеджер, был эспером, на которого нацелился Суха. Однако такие вещи были безобидны. Когда Суха достиг своей новой цели, все уже были на месте. Даже Летянь-Тянь стоял рядом со своим телохранителем, а они ничего не замечали. И все эти эсперы. Никто ничего не заметил. Окружающая сцена, казалось, была проигнорирована. Будь то Суха или Летянь-Тянь, у каждого из них были свои цели. У каждого был свой камень на сердце. Они знали, что у них есть только один шанс. Что касается менеджера, который работал в семье Тянь в течение стольких лет, мгновенно возникло это чувство, что что-то плохое вот-вот произойдет. Нет никакой причины для этого. Это было из-за его шестого чувства. Беда вот-вот случится. Менеджер не мог сохранять спокойствие. Оживленная свадьба была проигнорирована. В его глазах мир тоже стал другим. Его глаза безжалостно обшаривали толпу, но ничего не было видно. Небесные глаза. Глава 745. Глава 745. Путь после вступительных экзаменов в Коллетшумри. Почти не было никакого ожидания. Шесть абсолютных доминых эсперов погибли на месте. Потому что даже они не думали, что найдутся люди, которые осмелятся напасть с такого близкого расстояния. В конце концов, они слишком привыкли к миру. Престиж семьи Тянь принес им бесконечную славу, но также заставил их исключить себя из любых крупных боев за последние 10 лет. Кто посмел создать хаос в городе Тянь, штаб-квартире семьи Тянь. Долгий мир заставил их быть менее бдительными. То, что вернулось, было засадой отцу Хао и других. Ли Тянь Тянь испытал страх даже хуже смерти. Он был на стороже. Однако его целью было защитить будущую невесту. Кто бы мог подумать, что тот, кто заманил его в засаду, никто иной, как невеста. Пффф. Одна секунда, шесть трупов. Это вы, ребята. Менеджер был в шоке. Все, быстро. Уберите их. Бум. Абсолютные домены были активированы. Оставшиеся эсперы с абсолютными владениями пришли в ярости и бросились к ним. Эти два сильных доменных эспера не смогли усидеть на месте и присоединились к акции. Доменная область отличается от профессиональной области. Он имеет несколько собственных порогов. Абсолютный домен, домен жизни и, наконец, пиковая доменная область. Раздался громкий хлопок. На них обрушились многочисленные атаки. Сиады посмел предать нас, управляющий с ненавистью воскликнул. Захватите их для меня. Из десяти эсперов абсолютного домена шестеро умерли, а четверо остались. Что касается двух других эсперов сферы жизни, Суха и Сиады посмотрели друг на друга, прежде чем сделать шаг вперед, чтобы остановить их. Эти два эспера и сферы жизни вспыхнули с ужасающей силой. Телекинез, активируй. Талант Сиады был активирован в полной мире, и она фактически сопротивлялась жизненной области перед ней. Также, как она сказала ранее, она могла иметь дело с эспером жизненного домена. Царствие небесное, активируй. Суха не успокоился. Заимствуя ауру царства небесного, бесконечная аура возникла через круговой мир и окружила его. Сражаясь против эспера жизненного домена, он не отстал. Один на один, Суха и остальные блокировали этих сильных шестерых эсперов из семьи тянь. Ситуация была довольно сложной. Даже Суха и Сиады также чувствовали давление, опасность, угроза, исходящая от жизни доменного эспера слишком велика. Оба они использовали всю свою мощь, но все равно могли упасть с небольшой ошибкой. В конце концов, эти эсперы достаточно сильны, чтобы соперничать с Цзо Си Аю. Даже без абсолютной защиты они достаточно сильны, чтобы надавить на Суха и Сиа. Нынешнее состояние этой битвы было в тупике. Однако Суха и другие не были обескуражены, потому что у них не было намерения сражаться. Ищи возможность сбежать, скомандовал Суха. Все кивнули. В это время место проведения было в полном хаосе, но под усилиями менеджера, каждый смог найти безопасное место, чтобы спрятаться. Никто не осмеливался приблизиться к бою. Тянь Цзо дрожал. Ведь это же его свадьба. Он много раз думал об этой свадебной церемонии. Сиа. Тянь Цзо был в ярости и ошеломлен своей невестой. Как разгорелась битва, маскировка ли Тянь Цзо исчезла, подвергая его реальной внешности. На этот раз его женский наряд ошеломил Тянь Цзо еще больше. С другой стороны, появилась знакомая аура. Тянь Цзо тогда только узнал, что Сиады был на самом деле там. Кто это такой? Ли Тянь Цзо уклонился от атаки со стороны абсолютного доменного эспера, но случайно сорвал с себя платье. На самом деле, даже его макияж испортился. Кто это? Ли Тянь Цзо недоверчиво посмотрел на стоящего перед ним человека. Столкнувшись с Ухао и его друзьями несколько раз, он, естественно, помнил Ли Тянь Цзо. Особенно во время вступительного экзамена в колледж, специальное исполнение Ли Тянь Цзо дал ему довольно глубокое впечатление. А сейчас, Ли Тянь Цзо надел свадебное платье, чтобы выйти за него замуж, черт возьми. Тянь Цзо сошел с ума. Он действительно почти женился на мужчине. Сегодня должен быть счастливый день для него. В конце концов, что с ним стало? Я убью вас всех. Бум. Тянь Цзо тоже присоединился к драке, заставив Су Хао и остальных удивиться. Они совсем забыли об этом парне. Они продолжали сосредотачиваться на противостоянии другим, но пренебрегали силой Тянь Цзо. Он действительно пиковый профессиональный эспер, но и уникальный случай с отличным талантом и не слабее любого доменного эспера. Если бы это было в обычных обстоятельствах, они бы не боялись Тянь Цзо. Но прямо сейчас, когда Су Хао и другие боролись со своими боями, его присутствие будет иметь значительный эффект. Что же теперь делать? Зрачок Су Хао сжался. Военные намерения Тянь Цзо слишком сильны. Может быть, пришло время использовать создателя вселенной? Су Хао задумался на секунду, а затем отказался от этой идеи. Еще не время. Сейчас он противостоит эсперу и сферы жизни. Даже если он использует создателя вселенной, у него есть только один шанс. Это не шутка. Позволит ли ему этот жизненный домен эспер напасть на других эсперов, как он хочет? Таким образом, то, к чему стремился Су Хао, было элементом неожиданности. Он знал, что у него есть только один шанс. Чтобы использовать его против Тянь Цзо, нет. В прошлый раз, когда он использовал его против Джин Тая, он был все еще ярким. Это отродье мгновенно освободилось от него. Кто может гарантировать, что Тянь Цзо не застрахован от создателя вселенной? Джин Тай, Тянь Цзо. Как только Су Хао подумал об этом, он внезапно заметил знакомую ауру. Это аура, которая появилась внезапно, может быть, вжух. Мелькнула черная фигура. Черная тень вышла из-под земли и бросилась на Тянь Цзо. Скорость была слишком быстрой. Кто это? Тянь Цзо был потрясен. Ответ, который он получил, был всего лишь плавающей тенью. Убирайся. Когда Тянь Цзо заметил, что это была та же самая профессиональная аура, он пришел в ярость, но вскоре обнаружил, что это была необычно знакомая аура. Это ты, Джин Тай, вжух. Вспыхнул холодный свет. Детский взгляд Джин Тая метнулся в сторону Тянь Цзо. Вместо этого в его глазах появился холодный взгляд. Я уже говорил это раньше. Я никогда не признавал тебя своим шурином. Ну и что, гнев Тянь Цзо достиг неба в пользу ли Тянь Цзо? Нет, но теперь у нас есть общая цель, усмехнулся Джин Тай. Тон Джин Тая был очень холодным. Люди в конце концов изменятся. Этот ребячливый Джин Тай в прошлом, после обучения темной стороне более года, теперь стал квалифицированным убийцей и умственно решительным. Неужели глаза Тянь Цзо засияли, тогда я убью тебя первым? Бум. Военные намерения Тянь Цзо взлетели на еще более высокий уровень. Джин Тай, казалось, совсем не возражал против этого. Его тело вспыхнуло и мгновенно появилось в другом месте. Тянь Цзо, Джин Тай. А еще были Сухо и другие. Те гости, которые были здесь на свадьбе все были в шоке. Эти люди перед ними, разве они не с прошлогоднего вступительного экзамена в колледж? Они все стали такими могущественными. В прошлом году эти люди все еще боролись в специализированной области, но теперь, вершина профессиональной сферы. И самое ужасное, что теперь они противостоят абсолютному доменному эсперу и не отстают. Даже двое из них сражались против эспера в доме на жизни. Прошел всего один год. Толпа была совершенно ошарашена. Многие смотрели на себя. После стольких лет упорного труда они все еще не овладели абсолютной областью и могли только горько улыбаться. Порой они могли только беспомощно признать, что это и есть разрыв в таланте. Управляющий быстро взглянул на него. Битва теперь временно стабилизировалась. Пока они продолжают тянуть время, прибудут сильные эсперы из семьи Тянь. Однако это не помешало ему заметить желание Сухаа и других людей бежать. Свадьба была сорвана, так что эти люди, вероятно, попытаются сбежать. Не будьте ослеплены теми людьми, которые подавляют их. Если Сухаа решил бежать, они не смогут остановить его. Взгляд менеджера скользнул по толпе вокруг, прежде чем внезапно возникла идея. Все, семья Тянь в какой-то беде. Я надеюсь, что вы все можете немного помочь. Семья Тянь обратилась за помощью. Толпа была шокирована этой просьбой. Они могли ясно видеть, что семья Тянь в настоящее время имеет преимущество. Для менеджера, чтобы попросить помощи, это не что иное, как предотвратить Сухаа и его друзей от побега. Он должен убить их всех. Должны ли они помочь или нет? Все посмотрели друг на друга и вскоре приняли решение. Это не выбор. Они должны были вступить в бой. Это их единственный вахат. Независимо от того, смогут ли Сухаа и его друзья спастись или нет, сила семьи Тянь неоспорима. В конце концов, эти несколько мировых эсперов в семье Тянь только для украшения. Что касается Сухаа и других, даже если они победят, это будет недолгая победа. Пока появится мир эспер для других семей, это бессмысленная ядерная бомба. Кроме того, почему бы им не помочь стороне, которая явно победила в атаку? Все эсперы домена, присутствовавшие на свадьбе, встали, потому что только они имеют право присоединиться к этой битве. Что касается тех профессиональных эсперов, они квалифицируются только как пушечное мясо. От первого до пятого уровня доменных эсперов было в общей сложности 80. Нет, больше 80. Кроме того, они объединяются против Сухаа и других, которые уже находятся в невыгодном положении. В одно мгновение Сиады забеспокоилась, но заметив спокойствие, проявленное Ченни Жань Чжоу Ван и остальной частью их группы, она вспомнила фразу Сухаа, сказанную перед боем. Любых эсперов ниже абсолютного домена, оставьте мне, оставить их ему, глава 746. Глава 746, где согласованный прорыв, вжух. Все замерли. Кого волнует, на каком уровне доменной области вы находитесь? До тех пор, пока вы не освоили абсолютную область, Сухаа может легко перетащить их в Царство Небесное. Более 80 доменных эсперов попали в Царство Небесное. И то, что встретило их, было армией обезумевших зверей. Это была еще одна кровавая битва. Эти доменные эсперы были сильны, но люди Царства Небесного имели численное преимущество. Армия двинулась вперед. Пиньян и Чжан Литин, которые занимались самосовершенствованием, внезапно открыли глаза. Глаза Шимин Сюань смотрели холодно. Он даже пошел и освободил это заключенное в тюрьму гигантское дерево. Бум. Битва была совершенно хаотичной. Я оставлю их вам, ребята. Сухаа не сказал никакой ерунды. На самом деле, он даже не ступил в Царство Небесное. Он не мог командовать этой битвой, потому что перед ним был эспер жизненного домена. Отродье, ты ищешь смерти. Взревели эсперы домена жизни перед Сухаа. Он думал, что полностью подавил Сухаа, ожидая, когда он будет побежден. Он не представлял, что Сухаа может сделать шаг к тем, кто его окружает. И это одно движение было очень ужасающим. Это было больше 80 доменных эсперов. Несмотря на то, что эспер был потрясен, он быстро оправился. Он сразу понял, что это движение нельзя использовать постоянно. В противном случае, Сухаа использовал бы это раньше. Более того, для такой крупномасштабной атаки Сухаа может даже иметь некоторые побочные эффекты. Я не могу больше откладывать это. Доменный эспер пришел в неистовство. Сухаа, воспользовавшись этим шансом, он убьет Сухаа. Однако, неожиданно, Сухаа внезапно вспыхнула волна чрезвычайно плотной и богатой ауры, которая оставила эспера в ужасе. Бум! Как такое возможно? Доменный эспер был в шоке. Аура Сухаа, как она вдруг стала такой мощной? Сухаа ответил только усмешкой. Благодаря этим более чем 80 эсперам домена можно представить, насколько могущественной будет аура, исходящая от их битвы с Пиньяном и другими в Царстве Небесном. Круговой мир был активирован. Сухаа вывел ауру в реальность. Таким образом, то, с чем столкнулся этот доменный эспер, это не аура Сухаа, а аура более 80 эсперов домена плюс те, кто в Царстве Небесном. Умри! Глаза Сухаа засияли, снова вспыхнув новой волной ужасающей ауры. К счастью, аура остается аурой. Все, что он может сделать, это сыграть свою роль в подавлении. Этот жизненный доменный эспер быстро скорректировал свое мышление. Не обращая внимания на ауру, он снова повернулся лицом к Сухаа. На этот раз все вокруг были ошарашены. Даже Чжин Та и Тяньцзы странным образом прекратили свою борьбу. Оба в панике посмотрели на Сухаа. Только что, что это было? Просто взмах руки, и все застыли? Ты, блядь, издеваешься надо мной. Это было больше 80 доменных эсперов. Как Сухаа мог так легко играть с ними? Что происходит? Иллюзия. Чжин Тай с трудом произнес это слово. Ранее он заметил что-то неладное и активировал свою запретную технику. Голова Чжин Тая анимела, когда он смотрел на тех более чем 80 эсперов домена, которые стояли неподвижно. Эта сцена была слишком страшной. Иллюзия. Как только это слово Чжин Тая достигло их ушей, все мгновенно поняли. Да, иллюзия. Была новость, что Сухаа из отдела иллюзий. Кроме иллюзии, что еще могло сделать этих эсперов безжизненными? Может, нам их разбудить? Ты знаешь, что это за иллюзия? В случае, если они сейчас в битве, если есть внешние помехи, это может привести к обратному результату. Но мы не можем продолжать в том же духе. Подожди. В чем сила Сухаа? Пик профессионального эспера. Даже если его сила выше, чем у обычных эсперов, он не может избавиться от предела, как профессиональный эспер. Чтобы бороться против более чем 80 доменных эсперов сразу, может ли его потребление энергии идти в ногу? Кто-то усмехнулся. Вскоре толпа пришла в себя. Да, чтобы осуществить такую крупномасштабную иллюзию, потребление энергии должно быть невообразимым. Чтобы поймать так много людей сразу, сколько секунд Сухаа может продержаться? Да он сумасшедший. Да, чтобы на самом деле принять меры против стольких людей сразу, он просто ищет смерти. Хе-хе, угадай, сколько секунд он может продержаться? Это должно быть около 15 секунд. В конце концов, он гений. Если у него нет уверенности, Сухаа сделает это. Все глаза были устремлены на эту сцену. Как и ожидалось, всего через 10 секунд произошли некоторые изменения. Бах! Человек упал на землю. Окружающая толпа была шокирована. Что здесь происходит? Он проснулся. Иди и проверь. Кто-то пришел помочь этому человеку подняться. Однако он быстро остановился. Он дышит, как будто спит. Как такое могло случиться? Спит? Или упала в обморок? Разбуди его. Управляющий поручил нескольким эсперам помощь этому человеку. Внезапно были использованы всевозможные методы восстановления происхождения, но не было даже малейшей реакции на лечение. Когда они сосредоточились на лечении, бесчисленные люди упали на землю. Бах! Бах! Звук падения людей на землю ошеломил всех. В этот момент парень, который имел небольшой контроль над духовной сферой, дал ответ, который разочаровал бы многих. У них больше нет сознания. С научной точки зрения, это смерть мозга. Все были ошеломлены. Смерть мозга? Бах! Все больше людей падало на землю. Толпа была поражена. Смерть мозга. Это означает полную смерть. Не то чтобы они не видели его раньше. Есть такая поговорка, что сильная иллюзия может заставить кого-то потерять сознание, попав в бесконечную петлю иллюзии, которая будет продолжаться всю жизнь. Это тоже считается смертью мозга. Но. Это только то, чего достиг гроссмейстер иллюзии. И он используется только на одном человеке за раз. А что происходит у них на глазах? Сухая. Лучший профессиональный эспер вызвал смерть мозга у более чем 80 доменных эсперов? Какая это мощная техника иллюзии? Сколько энергии потребляется от этого? Не говоря уже о том, что сухая все еще обменивается ударами с этим жизненным доменным эспером. Хотя он подавляется, его жизнь не была в опасности. Другими словами, он противостоит эсперу жизненного домена и более чем 80 другим эсперам домена одновременно. Он даже удалось убить так много людей? Необъяснимо. Сердце толпы похолодело. Тот жизненный доменный эспер, который противостоял сухая, его разум подсознательно чувствовал страх. Он слышал разговор в толпе. Естественно, его сердце было немного обеспокоено. Это сухая перед ним. Что, черт возьми, происходит? Нет необходимости в объяснении. Он должен умереть. Всего за несколько минут бесчисленные смерти уже произошли. Из более чем 80 эсперов никто не был пощежен. Ну, если быть точным, они все переживали смерть мозга, оставляя после себя пустую оболочку. Когда пали последние люди, сцена превратилась в море мертвых тел. Мертвые. Все были мертвы. Толпа, сама не зная почему, почувствовала, как по спине пробежал холодок. Это были доменные эсперы. Черт. Они все были убиты просто так? Как я и ожидал этого все еще недостаточно. Управляющий слегка вздохнул. Полагаться на этих людей совсем ненадежно. Немного подумав, менеджер наконец принял решение. Он должен использовать этих скрытых людей из Семьи Тянь. Десять абсолютных эсперов домена. Вот что было показано на поверхности. Однако всем было ясно, что у Семьи Тянь не будет именно такого количества. Тем не менее, здесь слишком много посторонних, поэтому неудобно выставлять реальную силу Семьи Тянь. Как только он разоблачен, больше нет никакого значения. Однако этот вопрос обострился до такой степени, что им пришлось принять меры. Убить. Управляющий передал его команду. Бум. Несколько сильных эсперов вступили в бой. Эти, казалось бы, обычные люди, скрытые в толпе, внезапно показали свою ужасающую силу. Всего в домене пять абсолютных эсперов, появилась даже дополнительная жизнь доменного эспера. Все были ошеломлены, черт. Семья Тянь на самом деле скрывала половину своей силы. Как только эти люди вступили в бой, битва казалась необратимой. Двое против одного. Будь то ли Синь или Чжоу Ван, или даже ли Тянь Тянь или Чжи Нижань. Сначала им пришлось столкнуться с абсолютным доменным эспером, но теперь им пришлось иметь дело сразу с двумя. Это за их пределами. Пфф Ли Синь был первым, чтобы быть ранены. Он был почти непобедим в поединке один на один, но он не выглядел великолепно, когда сталкивался с двумя сразу. На самом деле, его чуть не убили. Что касается Чжоу Вана, Ли Тянь 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 и Чжи Нижань, то они мгновенно перешли в оборонительную позицию и едва успевали за наступающими атаками. Опасность. Крайняя опасность. Что касается оставшегося абсолютного доменного эспера, то он отправился к Сиаде. Тем временем, дополнительный доменный эспер бросился к Сухаа. Вжух. Вжух. Иллюзия реальности была полностью активирована. Сухаа едва избежал нападения. Однако все знали, что опасность только началась. Один против двух. Козырная карта Семьи Тянь была полностью раскрыта. Как только это было обнаружено, состояние битвы изменилось в их пользу. Действительно достойно своей славы как Семья Тянь Сухаа вытер кровь со своего рта, какая это была большая рука. Несмотря на то, что он едва смог уклониться от атаки раньше, когда эта ужасающая атака прошла мимо него на волосок, она все же причинила ему небольшую травму. Я дам тебе последний шанс. Сдавайтесь, и вы будете спасены. Глаза управляющего были холодны. Если он сможет захватить Сухаа и других, по крайней мере, он сможет иметь некоторый кредит. В ваших снах усмехнулся Сухаа. Тогда иди к черту, управляющий безжалостно отдал приказ, убейте их, Сухаа улыбнулся. Ты думаешь, что только у тебя есть козырная карта? Сердце менеджера пропустило удар, перестань пытаться действовать скрытно. Глава 747. Глава 747. Буйство со всех четырех сторон. Что они пытаются сделать? Они не стали сильнее. Не уверен, они уже достигли предела профессиональной сферы. Быть способным сражаться с высшим царством – это уже нечто экстраординарное. Как они могли бы стать еще круче? Я думаю, что они, вероятно, пытаются быть таинственными и пытаются убежать. Хм, если бы они могли сбежать, они бы уже это сделали. Очевидно, все чувствовали, что Сухаа просто притворяется. Если у вас есть возможность, поднимите свои силы. Не только они, даже мужчины из семьи Тянь думали то же самое. Однако вскоре их лица изменились. Метель, чей нежань заставила ее двигаться. По мановению ее руки небо изменило цвет и покрылось густыми облаками. Ветер стал холодным, и бесконечный ледяной снег покрыл окрестности. Покрыв всех снегом, горький холод был таким, как будто пришла зима. Так холодно. Они невольно вздрогнули. На самом деле, они даже не заметили позднего мороза, накапливающегося на их теле. Окружающая среда изменилась. Каждый мог почувствовать сильное подавление. Их действия были жесткими. Насколько силен талант класса С, в частности, талант типа льда, никто не знает. Даже чей нежань не знает, как назвать ее талант. Даже с абсолютным владением они все еще могли чувствовать ужасающий холод. Их тела казались немного жесткими, в результате чего их общая боевая мощь была значительно уменьшена. Что это за странная способность? Я думал, у чей нежань есть способность контролировать тип воды. С каких это пор она становится такой страшной? Черт побери, мы не можем к нему прикоснуться. Толпа была в ужасе, потому что они с сожалением обнаружили, что, хотя они были далеко за пределами чей нежань с абсолютным владением, они все еще не могли коснуться этого ужасающего холодного потока. Единственное, что они могли сделать, это максимально ослабить действие мороза. Именно в этот момент, время идет медленно. Ли Тянь Тянь сделал свой ход. В отличие от предыдущего, на этот раз это была общая вспышка. Прядь черных волос посидела. Бесконечный поток времени охватил эту область. Он целился только в тех врагов, которые сопротивлялись холоду, заставляя их действовать еще медленнее. Даже эти три эспера жизненного домена не могли не быть затронуты. Они этого не заметили. На самом деле, они не могли чувствовать, что они были затронуты этим. Они видели все, что происходило вокруг. Не только скорость, даже боевой ритм поднялся на ступеньку выше. Это состояние, которое сделало человека сумасшедшим. Это безумие. Все были поражены. Они вообще ничего не чувствовали, но все еще испытывали это неловкое и сумасшедшее чувство. Они как будто задыхались. Их боевая мощь снова сильно уменьшилась. Ранг С, два класса С таланта. Если бы об этом знали другие, невозможно было бы представить, как они отреагировали бы. Чрезвычайно редкие таланты класса С есть на самом деле два из них здесь. Кроме того, с этими двумя людьми, использующими всю свою силу, кто может противостоять им. Даже домены и эсперы не могли найти решение, чтобы справиться им. Они. Они тоже пострадали. Однако был ли на самом деле талант двух классов, телекинез, подавление волн? Сиады заставила ее двигаться. В третьем классе талант эспера заставил ее двигаться. Ужасающая сила телекинеза распространилась от ее тела, действуя как центр, поскольку она охватила всех, подавление волн. Это еще одна техника происхождения. В то же время, на лбу Сиады появилась дополнительная морщина. Какая-то мощная способность нуждается в том, чтобы заплатить цену. Под влиянием таланта трех классов все лица стали серьезными. Они наконец поняли, что такое так называемая вспышка сухо. Да, они больше не могли увеличивать свои силы. Однако, подавление. Они могли подавить силу противника. Метель, время и телекинез с этими тремя силами, подавляющими их. Что они могли сделать? Глядя на их бледное лицо, дрожащее от холода, они все еще не могли удержаться от того, чтобы пережить такую катастрофу даже с абсолютным владением. В такой ситуации может ли семья Тянь победить? Иллюзия реальности. Глаза сухо вспыхнули красным и синим. Когда два вида видения, иллюзия и реальность, чередовались, все области появлялись в его уме. Стратегия дедукции. Сила, способности и методы происхождения каждого не могли убежать от пары глаз сухо. В мгновение ока умный компьютер активировался. Глаза сухо осияли. Результат вычета был затем непосредственно передан Лисине Джоу Ван. Бум! Джоу Ван и Лисинь сделали свои ходы. Лисинь, у которого самая сильная атака. Джоу Ван, у которого самая быстрая атака. С обоими мужчинами, показывающими свою полную силу, можно себе представить, как это было бы страшно. А-а-а-а-а, взревел Лисинь, покрывая его тело золотым светом, его аура вспыхнула, как дикое животное. Иди и умри за молодого господина. Бум! Бум! Лисинь наносил удар за ударом. Волны золотой силы вырвались из рук Лисиня. На этот раз он не столкнулся с одним человеком, а действовал скорее как артиллерийский снаряд, пробивая тех, кто вокруг него. Вжух! Это был звук трения воздуха. Воздух вокруг золотого света оказался искривленным. Можно себе представить, сколько сил он упаковывает. Однако те, на кого напали, смеялись. Действительно, сила мощная. Однако атака должна поразить свою цель, чтобы быть действительной правильно. С такой скоростью ты все еще пытаешься вести себя круто, ты в шаге от смерти. Несмотря на то, что они были затронуты этими проклятыми эффектами, которые заставили их силу значительно уменьшиться, это все еще не на той стадии, когда они не могли уклониться от Лисинь. В любом случае, это два против одного, верно? Им не терпелось приступить к делу. Заранее приспособившись к подавленной силе, они смотрели на приближающийся золотистый свет, готовые увернуться. Однако, в это время, Тандерболт, бум. Небо было заполнено фиолетовыми молниями. Независимо от того, насколько вы быстры, вы можете быть быстрее, чем молния. Их окружение было покрыто бесконечными молниями, в результате чего они не могли увернуться. Однако, сила сбалансировалась. Поскольку молния фокусируется на скорости, мощность, которую она несет, будет уменьшена. И эта молния перед ними была такой быстрой, что заставляла ужасаться. Тогда его эффект, бум. Когда молния ударила в каждого, все их тело было теперь покрыто сажей. Однако они заметили, что эта чрезвычайно быстрая молния была слишком слабой. Против того, кто уже активировал абсолютный домен, это не сильно повредило. Слишком слаб. Однако, когда такая мысль только появилась, они увидели входящий золотой свет и мгновенно покрылись холодным потом. Черт, они забыли об этом уроде. Молния действительно слаба, но Джоу Ван стремился помешать им. Задержав их хотя бы на долю секунды, он лишит их шанса уклониться от атаки Лисеня. То, на что они могли бы положиться сейчас, это исключительно их абсолютная область и их собственные защитные методы происхождения. Они думали, насколько сильной может быть эта входящая сила. Однако, какой силой обладает Лисинь? Его скорость не хороша, так же как и его защита, но в атакующем отделе это атака, которая может даже уничтожить абсолютную защиту Тзо Си Аю. Когда такая сила соприкоснулась с их телом, они быстро пожалели о своей глупости, к сожалению, но было уже слишком поздно. Бум! Золотой свет взорвался, волны на волнах золотого света взорвались. Сияние было настолько сильным, что всем пришлось прикрыть глаза. Вслед за светом послышались многочисленные пронзительные крики. Когда все вновь обрели зрение, на площадке была еще одна куча трупов. Толпа присмотрелась поближе и вдруг не смогла удержаться, чтобы не проглотить слюну. Мертв, все мертвы. Даже эти три доменных эспера не были исключением. Это сила, которая намного превосходит абсолютную область, но они умерли именно так. Толпа была ошеломлена этим. Что за сила у этих молодых? Он так устал, Лисинь был весь в поту. Один удар, чтобы убить девять абсолютных доменных эсперов и три доменных эспера жизни, какое изменение состояния это? Этот парень просто профессиональный эспер? Даже мировой эспер не способен на это. Все посмотрели на Лисинь, как будто увидели демона. Эта битва уже превзошла все ожидания. Ну и что, если семья Тянь скрывала свою силу? Конечный результат был все еще провал. Сколько было абсолютных доменных эсперов и доменные жизненные эсперы? Все сглотнули слюну. Глядя на этих молодых людей на сцене, они были безмолвны. Однако это не помешало им осознать одну вещь. Эроспособности происхождения, он уже принадлежал следующему поколению. Что касается самих себя, то они уже старые. Сцена была теперь полна мертвых тел. Тянь Цзэ и Чжэн Тай уже давно прекратили свою борьбу. Они были совершенно шокированы. Какой бы ни был брак или противоречие, они не важны. Может ли быть что-то более безумное, чем эта сцена перед ними? Пиковый профессиональный эспер, убивающий жизнь доменного эспера? Ты, блядь, издеваешься надо мной. Глядя на Сухаа, Лесини остальных, Тянь Цзэ с ненавистью сжал кулаки, прежде чем расслабиться. Тогда, кроме Сухаа, кто мог превзойти его? Но что теперь? Эта группа полностью превзошла его. Тянь Цзэ чувствовал, что сила этих людей была выше его. Это было действительно трудно для него принять. В конце концов, он член семьи Тянь, с лучшими ресурсами и учителями, почему это все еще так? Тянь Цзэ не мог понять. Что касается Чжэн Тая, то он только вздохнул. Хотя он и моложе, его наблюдение было более точным, чем у Тянь Цзэ. Будучи в организации убийц больше года, он так сильно изменился, чтобы преследовать Тянь Цзэ. Затем. Как насчет Сухаа и его друзей, которые боролись и закаляли себя с самого начала? После страданий всегда будет награда. Глава 748. Глава 748. Огромный кризис. Поехали. Сухо и холодно сказал. Хорошо, Джоу Ван помог Лисинь встать. Он самый быстрый. Таким образом, это не будет проблемой для него, чтобы догнать других, неся Лисинь. Хотя это казалось победой, все хорошо знали, что они не могут оставаться здесь долго. Если прибудет больше людей из семьи Тянь, они не могут себе представить, как они умрут. Таким образом, они должны были эвакуироваться как можно скорее. Все поспевали за Сухаа, когда они быстро покинули место встречи. Однако никто не ожидал, что, дойдя до главных ворот, они заметят, что там стоит управляющий. Он преграждает всем путь. Это ты? Сухаа прищурился. Он был очень впечатлен своим стариком, который не имел большой силы, но оставался спокойным, командуя из-за сцены. Сейчас, как бы хаотично ни складывалась ситуация, этот старик оставался спокойным. Его наблюдение – это не то, чего может достичь обычный человек. Этот человек определенно является влиятельной фигурой в городе Тянь. Ты все еще можешь остановить меня? Глаза Сухаа холодно сверкнули. Управляющий улыбнулся и горько покачал головой. У этого старика уже одна нога в гробу, но я бы никогда не подумал встретить такую ситуацию. Ворваться в семью Тянь – это действительно ностальгия. Будущее принадлежит молодому поколению. Молодой человек, просто оставайтесь здесь. Я не могу позволить тебе сбежать. Но ты можешь заставить меня остаться? Сухаа нахмурился. Он посмотрел на красную точку на двумерной карте. Она была слишком мала. На данный момент, глядя на этого старика, у которого есть только сила профессионального эспера, Сухаа действительно не мог понять. Семья Тянь уже почти исчерпала свои силы, чтобы этот старик сделал шаг вперед, что он пытается сделать? Умереть на службе? Это управляющий семьи Тянь. Чего он хочет? Да, лучше всего избегать конфронтации прямо сейчас. Семья Тянь действительно сильна, но многие из них находятся вне миссии. Это просто невозможно остановить Сухаа. Ох, этот старый дворецкий, вероятно, умрет на службе. У него нет выбора. Как менеджер, который защищает семью Тянь, он не может просто так отступить. Это разрушит его честь. Он скорее умрет, чем потерпит неудачу. Все вздохнули. Многие наблюдатели лично знали менеджера. Независимо от того, что произошло в семье Тянь, этот старик, который кажется слабым, будет командовать всем. Даже в семье Тянь он пользуется значительным авторитетом. Хотя у него не было большой силы, никто не смел недооценивать его. Просто это очень плохо. В это время, кто мог остановить Сухаа и его друзей? Для менеджера, чтобы подняться сейчас, это равносильно самоубийству. Сухаа нахмурился. Он не станет тянуть время из-за этого старика. Поскольку этот старик хотел преградить ему путь, он должен был силой вырваться отсюда. Поехали. Сухаа был готов к выходу. В это время, менеджер вздохнул. Ребята, я, старик, несмотря ни на что, я все еще эспер первого поколения. Бум. Все задрожали. Даже Сухаа не мог удержаться, чтобы его зрачки не расширились. Первое поколение эсперов. Этот слабый старик перед ними. Ты пытаешься меня дразнить? Фигура Сухаа, которая была готова выйти, внезапно остановилась. Это его насторожило. Несмотря на то, что он не мог видеть реальную силу менеджера, он понял, что что-то было не так. Менеджер не будет делать что-то подобное в это время. Это должно быть огромной проблемой. Вжух. Сверкнула молния. Джоу Ван сделал движение, но эта молния странным образом прошла через тело менеджера, столкнувшись с землей, не причинив ему вреда, толпа была потрясена. Это оказалось правдой. В это время, независимо от того, насколько глупа толпа, они могут видеть проблему здесь. Доминой жизненный эспер не может уклониться от молнии Джоу Вана. Тем не менее, этот менеджер фактически уклонился от него. При этой мысли лицо толпы стало уродливым. Менеджер семьи Тянь действительно обладает такой ужасающей силой. Если бы не Суха и его друзья, заставляющие менеджера, этот менеджер, вероятно, продолжал бы скрывать свою реальную силу. Чтобы иметь такого сильного эспера, это определенно чертовский убийственный ход. Представьте себе, когда вы готовы атаковать после понимания силы противника, но затем вы узнаете, что старик внезапно стал экспертом. Семья Тянь никогда не раскрывала силу своего менеджера. Говорят, что этот старик уже был членом семьи Тянь еще до эпохи зарождения способности. Таким образом, даже при недостатке сил, он оставался в семье и обладал высоким авторитетом. Теперь, думая об этом, все это бред. Эспер первого поколения. Этого заявления достаточно, чтобы ошеломить всех. Теперь толпа была уверена, что независимо от того, Суха и его друзья смогут выйти отсюда живыми. Сегодняшняя битва будет известна во всем мире, потому что сегодня было раскрыто слишком много информации. Будь то Суха и его друзья крайняя сила или менеджер как эспер первого поколения. Любая из таких новостей вызвала бы большую сенсацию. Дни федерации действительно изменились. В атаку веки Суха одернулись. Есть сильные и слабые эсперы первого поколения. Независимо от того, какой силой обладает этот менеджер, судя по его виду, он не мировой эспер. Если так, то почему бы тогда не сражаться? Однако, прежде чем они это сделают, менеджер начал показывать свой фактический цвет. Бум! Вспыхнула волна ужасающей ауры. Суха и его друзья были вынуждены отступить, они чувствовали шок. Перед ними этот менеджер показывал свою ужасающую ауру. Только ауру было достаточно, чтобы заставить Суха и остальных. Бум! Пыф-пыф! Еще один глоток крови вырвался наружу. Лисини остальные были почти раздавлены на месте. Управляющий просто стоял там, как неподвижная гора не в силах пошатнуться. Так вот в чем сила эспера первого поколения? Какова его реальная сила? С полной вспышкой от менеджера, Суха наконец увидел фактическую силу на 2D карте, пиковый доменный эспер. Неудивительно, что он такой сильный. Суха чувствовал себя очень неловко. Более того, он был убежден в идентичности менеджера как эспера первого поколения, этот менеджер не похож на обычного эспера пикового домена. Можно даже сказать, что менеджер только второй в мире эспер. Это очень сильный, извращенный старик. Это определенно сильный ход убийства семьи Тянь. И теперь, Суха и его друзья активировали этот шаг. Я уже сказал, что ты остаешься здесь. Менеджер продолжал испускать волну за волной плотной ауры. Все, что они могли сделать, это сопротивляться с трудом. Они больше не могли сопротивляться этому. Бум. Все быстро активировали свои лучшие оборонительные приемы, но, к сожалению, перед абсолютной властью это было бесполезно. Давление, которое они испытывали, было похоже на гору. Так называемая техника оборонительного происхождения, ничто по сравнению с тем, что они испытывали. Пфф. Ли Синь был первым, кто был взорван. За ним следует Джоу Ван. И, наконец, Сиады и Ченни Жань тоже не могли больше сдерживаться. Насколько велика разница между абсолютным доменным эспером и пиковым доменным эспером? Слишком много. Толпа уже давно была ошеломлена. Когда менеджер начал действовать, они подумали о скрытом смысле его действий, но они никогда не представляли себе его таким могущественным. Чтобы глава клана Семьи Тянь не предпринимал никаких действий до сих пор, это все потому, что этот менеджер достаточно силен. Никто не мог победить его. Он был не только могущественным персонажем в семье Тянь, но и его реальной силой. Мы что, проиграем? Сухоа горько улыбнулся. Победа, которая, как он думал, была в его руках, была немедленно уничтожена этим стариком. Глядя на Ли Синьи Чжоу Ван, а также Ченни Жань или Тянь-Тянь борющихся, Сухоа сжал кулаки. В конце, разница слишком велика. Никто, казалось, не заметил в это время эти пиковые профессиональные эсперы, Ченни Жань, Ли Синьи Чжоу Ван, собирались потерять сознание. Вокруг них тихо распространялась странная аура. Если нет, то просто откажись от нас, Сиады и Ли Тянь-Тянь посмотрели друг на друга и поняли значение друг друга в своих глазах. Блядь, Сухоа выругался. Они так много работали, чтобы достичь этой стадии. Как они могли сдаться? Даже если нам придется умереть, мы не сможем втянуть вас всех, Ли Тянь-Тянь закусил губу. Нет, глаза Сухоа заблестели, если нет другого выбора. Сухоа, казалось, принял определенное решение. Однако в этот момент громкий хлопок прервал его слова. Сухоа обернулся, чтобы посмотреть. Его глаза выражали шок. Даже Сиады и Ли Тянь-Тянь тоже были ошеломлены. Этот знакомый звук, а менеджер онировал поймать Сухоа и его друзей, был ошеломлен. Остальные люди все еще ничего не понимали, но он ясно видел это. В этот момент, под его подавлением, Ли Синь, Чжоу Ван и Чжи Нижань, которые были буквально не могли больше держать его. Прорываемся. Они действительно планировали войти в доминую область. Толпа тоже была ошеломлена. Они планируют прорыв, выбрать это время, действительно плохой выбор. Менеджер может легко прервать их, если это необходимо. Чтобы этот шанс появился сейчас, было бы лучше, если бы он вообще не появился. Сухоа внезапно понял. Профессиональная сфера, это все о понимании своего таланта. И Ли Синь и Чжоу Ван уже достигли своего пика, поэтому прорыв естественен. Чего им не хватает, так это возможности. Что касается Чжи Нижань, то, руководствуясь Су Ван, ее талант не только достиг конца, она даже вышла далеко за его пределы. И вот теперь появился шанс на прорыв. В его голове были тысячи мыслей, но Сухоа быстро отреагировал. Это шанс для них. Если всем троим удалось успешно пробиться, то можно дать хороший бой менеджеру. Я должен остановить его любой ценой. Глава 749. Глава 749. Имбирь становится острее с возрастом. Да, Сухоа блокировал его. Этот молодой человек, который едва мог поддерживать себя из-за подавления, фактически стоял перед ним, преграждая ему путь. Управляющий вдруг все понял. Для Чжи Нижани других, чтобы быть достаточно уверенными и попытаться прорваться сейчас, это не потому, что они не боятся его, а потому, что они верят в Сухоа. Они верили, что Сухоа защитит их. Нелепо управляющий ухмыльнулся. Прожив так много лет, он видел все виды предательства и уныния. Плюс ну и что, если он пытается заблокировать его? Он просто пушечное мясо. Ты мне не соперник, менеджер сказал скучным тоном, потому что это правда. Этот его простой тон показывал его гордость и уверенность, как сильного эспера. Сила Сухоа, как он мог соперничать с менеджером? Тогда попробуй, если думаешь, что сможешь, Сухоа выпрямил спину. Когда он увидел, что эти трое вот-вот совершат прорыв, он решил, что независимо от того, что произойдет, он должен опрокинуть все свои идеи и защитить их. Какая жалость. Сначала я думал просто захватить вас всех, но так как вы все так сильно хотите умереть, то я могу только выполнить это. Бум. Еще одна волна плотной ауры. На сцене были так напуганы, что им пришлось отступить. Они хорошо знали, что этот старый менеджер наконец решил пойти на все. Эспер первого поколения, хотя он и не мировой эспер, его нынешняя сила все еще вызывает опасения. Сухоа не отступил. Он просто холодно стоял там, указывая на свой ответ. Ся, защите их. Приказал Сухоа. Хорошо. Ся де стоял рядом с этими тремя, чтобы охранять их. В это время Сухоа посмотрел на Ли Тянь Тянь и дал ему странный приказ. Помогите им прорваться. Помочь. Ли Тянь Тянь на секунду вздрогнул. Как он мог помочь им совершить прорыв? Однако он быстро что-то понял, и его глаза загорелись. Хорошо. Смешно. Глаза управляющего заблестели. Вы действительно думаете, что я дам вам всем шанс? Бум. Лучи света обрушились на Сухоа. Эта проникающая атака потрясла толпу. У Сухоа, казалось, было только два варианта. Либо он уклоняется, позволяя атаке приземлиться на этих троих, либо он сталкивается с атакой лоб в лоб. Только смерть будет ждать его, чтобы он выбрал. Царствие небесное. Появись, взревел Сухоа. Окружающая энергия вибрировала от возбуждения. Когда пространство сжалось, перед ним внезапно возникла гигантская сфера. Он был очень красочным и полным плотной ауры. Это царство небесное, созданное из реализации. Это также самый сильный ход Сухоа в настоящее время. Вжух. Наконец-то появились лучи света. Когда они приземлились на царство небесное, запястье Сухоа слегка дрожало. К счастью, царство небесное представляет собой идеальную сферу, позволяющую атаке перемещаться по поверхности перед рассеиванием. Это заставило атаку избегать Сухоа и его друзей. Бум, бум. Бесчисленные ямы были сформированы на земле, заставляя область трястись. Фигура Сухоа была вынуждена отступить на несколько шагов назад, оставив под ногами две длинные царапины. Силу менеджера нельзя недооценивать. Площадь была залита белым светом. Сухоа продолжал отступать. Менеджер был бессердечен. Когда он увидел, что сфера отвлекает его атаку, он совсем не разозлился. Он собирается использовать грубую силу, чтобы заставить Сухоа отступить. Как только Сухоа столкнется с Чини Жаней другими, прорыв будет сломан. Думая об этом, менеджер снова использовал ту же атаку. После того, как царство небесное смогло компенсировать около 90% атаки, Сухоа уже чувствовал себя немного ошеломленным этим. Бах! На запястьях Сухоа виднелись пятна крови. Черт возьми! Он больше не мог держаться. Сухоа громко крикнул. Ли Тянь Тянь! Сделай это сейчас! Вы же же же! Ускорение времени. Ли Тянь Тянь вдруг сделал движение. Это было не на Сухоа или управляющего, а на Чини Жаней других. Видя это как решающий момент, Ли Тянь Тянь взбесился, используя свою способность контролировать время по максимуму. Вжух! Поток времени увеличился в несколько раз. Под небольшим радиусом, покрывающим этих трех человек, время ускорилось. Сокрушительный талант. Прием энергии. Строительство домена. Этот громоздкий процесс, под влиянием ускорения времени, теперь выглядел так связано, как будто они были завершены в считанные секунды. Глядя на это, Сухоа не колеблись увеличил свое сопротивление. Вжух! Круговой мир был активирован. Сухоа на самом деле привлекал таинственную ауру из окружающего мира. Из-за существования проклятия в круговом мире он не смел сплавить эту силу в круговой мир. Вместо этого он непосредственно использовал его на Царстве Небесном, которое подверглось реализации. Бум! Царство Небесное, которое уже проявляло признаки осыпания, вновь обрело свою форму. Ему удалось удержаться. Подобно черной дыре, он притягивал ауру тех людей, которые пытались прорваться. Позади него он был похож на луч кометного хвоста. Сухоа позаимствовал ауру из прорывов и сумел встать лицом к лицу с менеджером. Это то, что никто не мог себе представить. Ему удалось заблокировать его черт этажи эспер первого поколения. Он действительно выдержал так долго, что именно является пределом Сухоа. Толпа была ошеломлена. Они знали, что Сухоа силен. До своего прорыва он уже мог противостоять абсолютному доминому эсперу. Теперь, как доминный эспер, он должен быть в состоянии идти только против жизни доминного эспера. Кто этот менеджер Семи Тянь? Пиковый доминный эспер. Эспер первого поколения. Либо название уже достаточно страшно. Однако, даже с такой силой он не мог пройти мимо Сухоа. Урод! Это оценка толпы Сухоа. Гений среди гениев, его можно назвать потусторонним. Тем не менее, потусторонний среди потусторонних, можно только назвать его уродом. Используя одну руку, чтобы поддержать царство небесное, Сухоа сопротивлялся нападению менеджера таким гладким способом. Какой крутой парень, управляющий наконец-то стал серьезным. У этого старика, который заботился об этой семье в течение многих лет, выражение лица изменилось во второй раз. Первый раз, когда Сухоа и другие заставили его показать свою силу. Второй раз, сейчас. Несмотря на то, что он много раз оценивал силу Сухоа, он все еще был ошеломлен. Он уже мог противостоять этому старику, когда он только недавно вошел в доменное царство. Что делать, если он достигнет пика доменного царства? Может ли он противостоять мировому эсперу? Думая об этом, даже будучи менеджером, он был потрясен своими собственными мыслями. Его нельзя пощадить. С таким талантом Сухоа не должен быть пощажен. Менеджер был необычайно решителен. Человечество, звери, будущее. В его глазах это все ерунда. Если семья тянь закончена, кто заботится о человечестве и животных? Управляющий тут же принял решение убить. Жаль он не знал, что Сухоа даже не ступил в доменное царство. В противном случае, даже если бы он взорвал себя, он бы убедился, что Сухоа останется здесь несмотря ни на что. К сожалению, всегда есть только один шанс. Как только вы пропустите его, вы не сможете поймать его снова. Вжух! Управляющий собрал вокруг себя всю энергию. Луч света, направленный на Сухоа, наконец остановился. Однако Сухоа совсем не успокоился, потому что когда свет исчез, аура вокруг менеджера стала еще более ужасающей. Волна за волной пиковой области аура эспера продолжала резонировать, уничтожить. Управляющий холодно указал на Сухоа. Бум! Еще один луч света идет. На этот раз это было не спереди, а с неба. Над Сухоа столб света, похожий на божественное наказание, обрушился на него, поймав Сухоа и его друзей. Ты не собираешься его блокировать? Ты хочешь сопротивляться? Давайте посмотрим, как вы собираетесь справиться с этим. Вжух! Облака были пронизаны. Бум! Грибовидное облако поднялось к небу. Бесконечные звуковые волны распространяются на окружающих. Даже толпа, находившаяся далеко от места столкновения, не могла сдержать рвоты кровью. На самом деле, некоторые более слабые эсперы умерли от удара. Их зрение превратилось в размытое пятно белого света, когда оно покрыло все, заставляя их потерять все свои чувства. Они могли только стоять там, ничего не понимая. С ними покончено. Это была всеобщая мысль. Даже при том, что все было покрыто белым светом, они все еще могли вспомнить более раннюю сцену. Перед этим огромным лучом света, Суха и его друзья выглядели такими маленькими. Первое поколение эсперов действительно достойно своей славы. Все кончено земля сотрясалась. На самом деле были различные степени трещин. Суха и остальные могли выжить. Все просто ослепительно стояли там, ожидая, когда свет исчезнет. Однако, в этот момент, они почувствовали озноб. Что случилось? Упало несколько снежинок, застав всех врасплох. Снег? Как может быть снег в этом месте? Может ли это быть? Хотя некоторые люди поняли ответ. Ледяной снег все еще приближался. К мощному столбу света внезапно устремилось множество ледяных снежинок. В небе бесчисленные пурпурные молнии окружали ледяной снег, направляясь к световому столбу. В это время в колонне света раздался громкий рев. Откройте для этого молодого мастера. Бум! Появился яркий золотистый свет, расколовший столб света. Этот, казалось бы, непобедимый столб света был побежден под этой совместной атакой. Всемогущая мощная атака управляющего была уничтожена. Световой столб исчез. Появилось несколько фигур. Все присутствующие были ошеломлены. Чен и Жань Ли Синичжоу Ван выступили вперед, защищая Сухао и остальных. Самое удивительное было то, что эти трое молодых людей были окружены плотной аурой. Это аура, принадлежащая доменному эсперу. Они действительно успешно сумели пробиться в доменую область. Хе-хе, Лисинь ухмыльнулся. Старый ублюдок, этот папочка уничтожил твою атаку. Глава 750. Глава 750. Чрезвычайная смелость папа. Сиад выглядела испуганной. Люди поменялись в лице. Заложник. Кто бы мог подумать, что управляющий семьей Тянь, достойный эспер первого поколения, будет таким бесстыдным. Это совсем не похоже на стиль этой семьи. Мы не должны вовлекать в это наших родственников. Ты ведешь себя за гранью дозволенного. Глаза ли Тянь-Тянь были полны смертоносных намерений. Старик, ты даже не заботишься о сохранении своего достоинства. Лисинь сердито выругался. Достоинство. Это может меня накормить. Управляющий спокойно закончил фразу, как будто лелеять славу могут только обычные эсперы. Глядя на Лисинь и других, которые демонстрировали выражение недоверия, он просто холодно ухмыльнулся. С первого дня, когда я стал менеджером семьи Тянь, я никогда не позволял несчастному случаю произойти любой ценой. Ты. Ли Тянь-Тянь бушевал. Окружающая толпа была ошеломлена. Никто не ожидал, что ситуация так обострится. После многих поворотов и изменений для Суха и других, эта задача оказалась такой же трудной, как восхождение на небо. Пока Сиады остается здесь, я могу позволить остальным уйти, управляющий холодно улыбнулся. Он пытался посеять раздор. Даже при том, что это было неэффективно против Суха и других, он все еще мог посадить семя в их сердце. Прожив десятилетия, этот старик обладал довольно глубоким пониманием эмоций. Мы никогда этого не сделаем. Ли Тянь-Тянь ответил без малейшего колебания. Я, Сиады глубоко вздохнул и посмотрел на Тянь-Тзи, который все еще был одет как жених, у тебя тоже есть такая же мысль. Используя такой коварный метод, чтобы заставить меня выйти за тебя замуж, Тянь-Тзи горько улыбнулся. Для того, чтобы вещи прогрессировали до этого момента, это было за пределами его ожиданий. От первоначального гнева до оцепенения он мог только горько улыбаться, так как не знал, что сказать дальше. Тем не менее, он также мог видеть, что если он остановится от ухода, это только увеличит ее ненависть к нему. Забудь об этом, Тянь-Тзи посмотрел на управляющего и хотел что-то сказать. Однако управляющий тут же перебил его. Молодой господин, обратите больше внимания. Теперь ты представляешь семью Тянь. Бум. Тянь-Тзи дрожал всем телом. Семья Тянь. Оглядываясь на грязную свадебную сцену, наблюдая за менеджером, который был готов пожертвовать своим достоинством ради семьи Тянь, Тянь-Тзи внезапно понял. Неважно, что думает его сердце, теперь это уже не имеет значения. Самое главное, что подумают другие люди. Если он позволит себя умереть, сухо и остальные уйдут. Репутация семьи Тянь упадет на самое дно. Тянь-Тзи поднял голову. Конечно же, глядя на тех, кто участвовал в свадьбе, они ждали заключения. Ся, просто останься, Тянь-Тзи закрыл глаза, ты не можешь уйти, черт возьми. Джентай в гневе бросился на Тянь-Тзи и снова начал с ним спорить. Что касается Ся Дэ, которая получила ответ, ее тело смягчилось, когда она опустилась на колени на землю. Их мощь очень сильна. Можно даже назвать их извращенными. Однако перед менеджером все бесполезно. Даже если все шестеро будут вместе, они смогут только подавить управляющего, не говоря уже о заложнике в его руках. Ся Дэ, иди сюда, управляющий холодно ухмыльнулся. У всех замерло сердце. Ли Тянь-Тянь попытался использовать свой талант способности времени, но менеджер создал линию крови на шее лантипсю и без каких-либо колебаний. Стой! Ся Дэ закричала. Контроль времени. Менеджер равнодушно улыбнулся. Этот талант действительно ужасен, но жаль, что ваша сила слишком слаба. Просто профессиональный эсперт. Ты все еще не можешь противостоять мне. Да, он не мог противостоять управляющему. Ли Тянь-Тянь мог только замедлить время. Независимо от того, сколько раз он пытался сделать это, менеджер будет в состоянии чувствовать колебания энергии и реагировать мгновенно. Ли Тянь-Тянь ничего не мог сделать. Черт возьми. Ли Тянь-Тянь был угрюм, а остальные молчали. Я пойду. Ся Дэ глубоко вздохнула и стиснула зубы, когда сказала это. Затем она неохотно пошла вперед. В этот момент кто-то заблокировал ее. Где-то в федерации. Мастер Суха и его друзья в беде. Ученик указал на него серьезным тоном. На виртуальном экране были видны фигуры Суха и его друзей. Хэм. Старик раскачивался в кресле-качалке с закрытыми глазами. Трудно было догадаться, видит ли он ситуацию на экране. Неплохо. Чтобы иметь возможность отталкивать пиковый доменный эспер. Однако это все еще не соответствует моим ожиданиям. Но этот менеджер Семьи Тянь настолько бесстыден, что он на самом деле скрывал свои способности так глубоко. Этот папа несколько раз встречался с главой клана Семьи Тянь и даже не подозревал, что этот хитрый человек эспер первого поколения. Люди сегодня. Где же так называемое доверие между людьми? Этот старик продолжал с сожалением. Однако с возрастом человек будет больше дорожить славой. Но вместо этого лицо этого старого ублюдка стало еще гуще. Он мог бы конкурировать с этим главным кланом Семьи Тянь. Конечно же, говоря о толщине лица, Семья Тянь, без сомнения, является номером один в федерации. Старик продолжал бормотать. Его ученик вытирал капли пота и не смел отвечать на его проклятие. Но старик на секунду закрыл глаза, тогда тест сухо считается законченным. Хотя есть много мест, которые не рассматриваются вдумчиво. В целом, мы можем рассмотреть его, как он очистил сцену время, чтобы принять меры. Понятно, этот старик встал и уже собрался уходить, как вдруг его глаза загорелись. А-а-а. Этот крик заставил остальных в комнате снова обратить внимание на экран. Увидев происходящее, они замерли. А-а. Сяда посмотрела на человека перед ней. Не надо торопиться. Сухо усмехнулся, как будто Ланте Псюй не был заложником. Он только загадочно улыбнулся, глядя на менеджера. Старик, ты действительно думаешь, что это эффективно? Вы действительно думаете, что удерживая дядю Лана в качестве заложника, вы заставите нас поднять руки? Я не могу не сказать, что ты слишком наивна. Лицо директора потемнело. Наивный. Наивный. Его действительно назвали наивным. Только сейчас, когда он держал Ланте Псюй в заложниках, все называли его жестоким. Однако, Сухо на самом деле назвал его наивным? Управляющий каким-то образом почувствовал, как его кровь закипает от гнева. Неужели? Менеджер усмехнулся, и лезвие в его руке снова коснулось Шей Ланте Псюй. Как насчет того, чтобы посмотреть, кто наивный? Ха-ха, ты думаешь, я не готов к этому? Сухо показал насмешливую улыбку. Холодно глядя на него, я предупреждаю тебя в последний раз. Отпусти дядю, тогда я буду считать, что ничего не случилось. Попробуй, если сможешь. Менеджер поднял свою бдительность до максимума без ущерба. Хорошо, Сухо ухмыльнулся. Вы, ребята, верите в меня? Сухо посмотрел на тех, кто стоял позади него. Они без колебаний кивнули. Даже беспомощный Сиад решил безоговорочно доверять ему. Хорошо, Сухо снова улыбнулся. Дядя Лан, я обязательно спасу тебя. А теперь слушайте мой приказ, атакуйте сейчас же. С громким криком, голос Сухо был слышен эхом, отдаваясь в этом районе. Те немногие позади него начали выполнять приказ Сухо, как будто это был естественный рефлекс. Только Сиад немного колебалась, но посмотрев на своих товарищей, она больше не сомневалась и набросилась на управляющего. В толпе поднялся шум. Они действительно сделали ход. Казалось, что то, что Лан Типсюй был заложником менеджера, не имело никакого эффекта. Даже его дочь Сиад проигнорировала этот факт. Те, кто видел это, почувствовали озноб. Она действительно бросила своего биологического отца. Что это за сумасшедшая команда? Смешно. Управляющий посмотрел на них с презрением. Пытаюсь создать драму. Одним взглядом он уже мог видеть сквозь нее. Забудьте о Сухо, что по поводу Сиа или Тянь-Тянь. Можно сказать, что они были единственными родственниками Лан Типсюй. Они фактически отказались от него? Невозможно. Посмотрим, кто из нас жестче. Управляющий без колебаний ударил его ножом. Он не собирался убивать Лан Типсюй. Но он не будет против дать этим невежественным детям урок. Например, одна из конечностей Лан Типсюй. Бум. Сухо и другие атаковали с полной силой. Но такие усилия не были способны решить текущую тяжелую ситуацию. Лезвие уже было очень близко к Лан Типсюй, разделенной всего одним миллиметром. Его могут убить в ближайшее время. В этот момент даже Сиады не мог не запаниковать. Именно в эту секунду Сухо сделал молчаливый жест. И никто этого не заметил. Фигура менеджера была взорвана. Он буквально скатился в воздухе, оставляя за собой кровавый след. Когда ему удалось остановиться, он был потрясен, обнаружив, что его ладонь была пронзена ужасающей силой, образуя кровавую дыру. В настоящее время, бах, раздался звон выстрела. Глаза управляющего широко раскрылись. Только тогда он вспомнил в информации Сухо, что есть один хороший друг по имени Джаофен, который не появился. Фифифиф. Он получил один удар ногой, и менеджер почти упал на землю. Только тогда ли синие остальные отреагировали. Нападения все еще продолжались, появились всевозможные мощные методы происхождения, направляясь к менеджеру. Вжух, Лан Тепсюй был выброшен Сухаа, битва снова разгорелась, это было все то же самое, Сухаа и его друзья против менеджера. Однако менеджер, который уже был в невыгодном положении, теперь был жестоко оскорблен. Бах, бах. Глава 751. Глава 751. Единственная ошибка неба вот-вот перевернется. Когда вернутся мировые эсперы семьи Тяня Божи, что если им удастся сбежать, как только за ними погонится мировой эспер, у них даже не будет укрытия во всей федерации. Толпа была поражена. Даже те, кто был здесь для развлечения, также не могли не чувствовать, как мурашки бегут по спине. Они были расстроены. Они ненавидели себя за то, что не уехали раньше. Первоначально это был просто вопрос создания хаоса на свадьбе, но теперь, когда это связано со смертью менеджера, вся эта ситуация обострилась. Игра окончена. Когда вернутся сильные эсперы из семьи Тянь, я боюсь, что мы тоже попадем в эту передрягу. Черт побери, как он мог нанести последний удар. Молодежь не знает своих пределов. Все покрылись холодным потом. Открыв свое устройство связи, они поспешно вызвали собственные силы. Поскольку ситуация обострилась до такого состояния, это выходило за рамки их возможностей. Для Сухаа это было чрезвычайно просто. Что тут не убить. Судя по тому, как менеджер действовал раньше, эти ребята должны остаться здесь или умереть. Даже Сухаа не чувствовал себя хорошо, позволив такому хитрому ужасному парню, которого поддерживает семья Тянь, стать их врагом. Таким образом, как только он становится врагом, его нужно убить. Этот вопрос так же прост, как и это. Поехали. Сухаа не колебался. Чжоу Ван Бум. Вспыхнул белый свет. Мощная молния обернулась вокруг всех и исчезла. В глазах каждого они видели только белую вспышку перед тем, как Сухаа и его друзья исчезли. Из-за огромного разрыва в силе, они не смогли увидеть фигуру Сухаа и его друзья бросают. Тянь Цзэ видел это, но способен ли он остановить их? Не говоря уже о том, что перед ним все еще был этот джентай. Даже без джентая он не смел остановить их. Менеджер все равно умер даже с его силой, чего он мог здесь добиться. С уходом Сухаа и остальных, все взгляды были теперь сосредоточены на джентай. Потому что сейчас единственным врагом, оставшимся позади, был он один. И застенчиво улыбнулся джентай. Увидимся позже. Вжух. Мелькнула тень, и фигура джентая исчезла. Извержение боевого намерения Тянь Цзэ заставило землю образовать яму. Но джентай не был затронут вообще. Когда джентай исчез, весь район погрузился в тишину. Тянь Цзэ поднял голову и посмотрел на небо. Темные тучи рассеялись, открыв солнце. Не зная почему, Тянь Цзэ почувствовал себя немного ослепленным. Когда он посмотрел вниз, там был беспорядок. Эта катастрофа разрушила резиденцию всей семьи Тянь. Рухнувшие здания, бесчисленные жертвы. Сила позвоночника семьи Тянь в городе Тянь буквально перевернулась с ног на голову Сухаа, хлоп. Гигантский красный цветок приземлился перед Тянь Цзэ. Тянь Цзэ посмотрел на него в замешательстве, прежде чем что-то вспомнить. О, сегодня день его свадьбы. Свадьба? Почему результат оказался таким? Тянь Цзэ был полностью потерян. Не зная почему, каждый раз, когда он плавно двигался, каждый раз, когда он подвергался трансформации, Сухаа тихо появлялся и жестоко пинал его, прежде чем уверенно уйти, оставив позади Тянь Цзэ, полный тысяч дыр. Теперь Тянь Цзэ в очередной раз заблудился. Окружающая толпа не осмеливалась говорить. Семья Тянь претерпела большие изменения. Не нужно было догадываться, что следующим шагом будет месть семьи Тянь. Они знали, что этот вопрос обострился до степени невозврата. Где-то в федерации. Этот ребенок, когда он увидел снайперские атаки, даже этот старик, который все это время внимательно следил за Сухаа, был поражен. Значит, он был готов к этому. Отлично. Сначала я думал, что его план был полон лазеек. Думая об этом сейчас, каждый шаг был тщательно спланирован, и эта так называемая лазейка стала роковым ударом. Хэм, старик удовлетворенно прищурился. Мастер, ученик, который был рядом с ним все это время, сказал. Должны ли мы продолжать обращать на них внимание? Нет, вместо этого мы должны уделять еще больше внимания. Старик вздохнул. Это произошло из-за моей небрежности. Даже я не ожидал, что Сухаа сможет выполнить это хорошо. На самом деле, это было почти идеально. Однако это дело не может быть совершенным. Поскольку он был слишком совершенен, он оставил после себя огромный беспорядок. Следующие дни в федерации скоро все изменятся. Вздохнул старик, заставив своего ученика задрожать от шока. Дни в федерации вот-вот изменятся. Он не поверил бы тому, что говорят другие, но исходя из своего собственного учителя, однако он все еще не мог понять, почему это плохо, если Сухаа выполнил свою миссию идеально. Некоторые вещи нельзя планировать заранее. Старик посмотрел на экран, когда вокруг него появилась слабая аура, как будто лев вот-вот проснется. Я думаю, мне пора действовать. Город тянь. Сухаа и остальные сбежали в мгновение ока. Без какого-либо эспера выше, чем доминая область, они были абсолютно безудержны. Они двигались быстро, как молния. Обычные люди просто не могли даже мельком увидеть их рисунок. Однако даже при таких обстоятельствах они не собирались останавливаться и переводить дух, спасаясь бегством. Беги, беги, беги. У них не было никаких колебаний. Это не шутка. Хотя мировые эсперы семьи Тянь были временно недоступны, они, должно быть, уже получили новости. Возможно, они уже в пути, преследуют их. Сухаа и остальные должны были уйти как можно быстрее. Пока им удается проникнуть в колледж Джанчжан или даже на территорию другой семьи, семья Тянь не осмелится действовать так, как им заблагорассудится. Иди на территорию другой семьи. Сухаа выбрал самый близкий вариант. Пока они оставляют юго-восточный регион, контролируемый семьей Тянь, все будет хорошо. Хорошо, ответил Джоу Ван. Он вел всех, пока они помогали, и довел свою скорость до предела. Даже пиковый доменный эспер мог только беспомощно смотреть на них. Бум. Семья Тянь. Толпа вступила в контакт с собственными силами. Когда Тянь Цзэ был в растерянности, никто не ожидал, что в это время раздастся громкий удар, а затем земля задрожит. Кто это? Толпа была потрясена. На самом деле, были некоторые, кто обвинял в этой цифре. Они уже стали легко пугаться благодаря недавнему событию. Однако, когда они увидели личность этого новичка, каждый из них был ошеломлен. Те немногие эсперы, которые атаковали раньше, были еще в худшем положении, их душа почти покинула их тело. Вжух. Этот человек махнул рукой, и все атаки исчезли. Ты не можешь этого понять? Этот человек подошел к Тянь Цзэ, глава клана, горько улыбнулся Тянь Цзэ. Прямо сейчас, даже те, кто не узнал этого человека перед ними, почувствовали, что у них пересохло во рту. Глава клана семьи Тянь этот чрезвычайно мощный эспер, который все время находился в закрытом культивировании, действительно появился. Это имело смысл, ведь менеджер, который имел полную власть над семейными делами, уже умер, как мог глава клана до сих пор не показать себя. Является ли семья Тянь слабой? Нет. Они первые в первой десятке семей. У них есть не один мировой эспер, можно себе представить, как страшен этот клан. Тем не менее, время, когда Суха и другие решили сделать шаг, было настолько идеальным, что это было такое совпадение, что все мировые эсперы были либо в закрытом культивировании, либо покинули город. Это привело к инциденту, который не должен был произойти в первую очередь. Я снова проиграл Тянь, застыдливо посмотрел вниз сокрушительное поражение. Когда-то давно он даже не смотрел Суха в глаза, однако во время вступительного экзамена в колледж Суха полностью подавил его, оставив тень в его сердце. С помощью главы клана он смог набраться храбрости, чтобы вернуться. Однако, каков же результат? Когда они встретились снова, он даже не смог победить Джентая. Джентай, этот парень, который моложе на год, был фактически равным ему. Что касается его первоначального противника, Суха, забудьте о Суха, даже для Чжоу Ван, чей Нижан или Синь уже обладали силой, намного превышающей его и могли легко бороться с абсолютным доменным эспером. К черту все это. Тянь Цзэ хотел выругаться в свое удовольствие, но знал, что это только сделает его похожим на неудачника. Он действительно не мог понять, почему, когда он так много работал, его прогресс стал медленнее. У него был доступ к неограниченным ресурсам, предоставленным семьей тянь, но почему он не прогрессировал так быстро, как кто-то вроде Лисеня. В связи с этим глава клана ничего не сказал. Он просто похлопал Тянь Цзэ по плечу. С завтрашнего дня ты будешь выполнять задание. Хорошо, Тянь Цзэ ответил, а затем подумал о чем-то, но сцена впереди он огляделся и не мог не признать, что резиденция в настоящее время находится в плачевном состоянии, это был полный беспорядок. Не волнуйся, глава клана покачал головой, а затем быстро огляделся, на этот раз я не буду винить тебя вообще. Это моя вина. Как глава клана, я чувствовал себя слишком комфортно все эти годы глава клана вздохнул. Однако, не зная почему, это вместо этого заставило окружающих почувствовать чувство бесконечного убийственного намерения. Почему вы все не пошевелились, внезапно спросил глава клана, глядя на окружающих людей. Они были напуганы и быстро объяснили. Старший, сильные эсперы с нашей стороны действительно присоединились к борьбе, но Суха и его друзья убили всех. Я спрашиваю вас, ребята, взгляд главы клана был очень холодным. Мы они вытерли пот. Мы не сможем ничего сделать. Они чувствовали себя обиженными. С их силой они были бы просто пушечным мясом. Глава 752. Глава 752. Финальное противостояние. Юго-восточный регион. Суха и другие только что покинули границу территории семьи Тянь, и они, наконец, смогли вздохнуть с облегчением. Однако даже если они покинут юго-восточную область, они не осмелятся остановиться. Чтобы Джоу Ван вывел их, он истощил свою энергию и должен был постепенно замедлить их темп. Наконец-то мы вышли. А как же Джоуфын? Внезапно спросил ли Тянь-Тянь. Поскольку Джоуфын внезапно напал, это означало, что он был рядом. Они сбежали, но как насчет Джоуфына? Не уверен, Суха улыбнулся. Джоуфын не сообщил мне о своем местонахождении. Но когда мы вошли в город Тянь, он сказал мне, что уже готов. Поскольку мы даже не знаем, где он, откуда это известно семье Тянь, возможно, он даже не в городе. Не волнуйтесь, я отправил ему спутниковую передачу изображения. Он должен быть в состоянии видеть нашу общую ситуацию. Правда, они почувствовали облегчение. Неудивительно, что Джоуфын смог точно ухватиться за эту возможность. Однако, поскольку Джоуфын был в порядке, им больше не нужно было беспокоиться о нем. А пока лучше побеспокоиться о себе. Где мы сейчас? План никогда не догонит изменения. Они выбрали ближайший путь, чтобы убежать от семьи Тянь, но отклонились от своего пути. Дай мне взглянуть. Суха использовал свое устройство связи, чтобы проверить их текущие координаты. Семья Джан, мы сейчас на их территории. Суха был немного удивлен этим. Кажется, что они действительно разделяют некоторую судьбу с семьей Джан. Пойдем. Будет безопаснее, если мы доберемся до нашей школы раньше, эм, все кивнули. Федеральный округ Джан Джан Колледж является самым безопасным местом. Вжух. Вспыхнул яркий свет, и неожиданно из воздуха появилась ледяная птица, похожая на феникса. Его тело было кристально чистым с парой хлопающих синих крыльев. Ченни Жань погладил его по голове и улыбнулся. Забирайтесь на него, все. Хотя это не так быстро, как Джоу Ван. Этого более чем достаточно, чтобы транспортировать всех, ух ты, глаза ли синя загорелись. Остальные тоже воскликнули в изумлении. Талант Ченни Жань также мог сделать такую вещь. После того, как ее повысили до таланта класса С, она действительно открыла много уникальных навыков. Все забрались на ледяную птицу Скрыраа. С криком птица взлетела в небо. Сцена Ченни Жань, контролирующего полет ледяной птицы, действительно поразила их. Конечно же, я постарел. Лан Тепсю и горько улыбнулся. Забудьте о его высоком положении в федерации. Как федеральный опекун, он мог сражаться только в пределах федерации, потому что он очень ясно понимает свои ограничения. Противостоять по-настоящему сильному эсперу, это было бы не по его меркам. Тем не менее, он никогда не думал, что спустя чуть более года сухо и его друзья достигнут такой стадии. Будущее. Папа, не думай слишком много. Сиады утешил его. Дядя Лан, я все еще здесь, спокойно сказал ли тянь-тянь. Остальные только улыбнулись. Этот сопляк на глазах у тестя вдруг превратился в спокойного и надежного человека. Вжух, вжух. Огромная ледяная хрустальная птица унесла всех и ушла. Его скорость была сравнима с самолетом, как будто он нес всеобщую надежду. Все сделали перерыв, находясь на вершине гигантской птицы. Время от времени лисини Джоу Ван обменивались словами, чтобы подавить скуку. Тем временем, Сухо и Чинни Жань просто держали друг друга за руки, улыбаясь им. Все закончилось хорошо. Сухо, почему у нас нет лонжерона? Джоу Ван посмотрел на Сухо с большой надеждой. Эти сопляки так долго смешивались друг с другом, что каждый из них уже давно испорчен. Они только что прорвались в доминой области и получили огромный импульс в силе. Разве они не пытаются запугать Сухо, который еще не прорвался в доминую область? Ты уверен? Сухо посмотрел на него с улыбкой. А в чем тут неуверенность? Ответил Джоу Ван гордо. Это не шутка. Этот человек, доминный эспер, запугать профессионального эспера ему ничего не стоит. М. Так и должно быть. Джоу Ван загадочно улыбнулся. Джоу Ван тогда думал больше о Сухо. Его талант и способность заставить менеджера Семьи Тянь чувствовать сожаление заставили его обескураженно вздохнуть. Мог ли Сухо уже войти в доминую область? Сила этого отродья всегда вне этого мира. Ха-ха-ха, теперь ты боишься, усмехнулся Лисинь. В то время, когда Джоу Ван чувствовал себя не очень хорошо, он не забыл эту глупость. Если у вас есть мужество, тогда сразитесь с ним сами. Почему я не смею? Лисинь продолжил. Хуже не бывает, меня просто побьют. Тихо, Сухо внезапно открыл рот, его голос звучал настойчиво, что-то не так. И Жань, остановись на секунду. Что случилось? Чинь и Жань махнула рукой, и гигантская ледяная хрустальная птица остановилась в небе. Из-за инерции все чуть не сбились с ног. Этот глупый Лисинь вцепился в тело Джоу Вана. Будь ты проклят, Джоу Ван выгнал этого сопляка навсегда. Все встали и огляделись. Прямо сейчас они парили в воздухе. Все, что они могли видеть на земле, было обычным лесом и горами. Ничто не казалось необычным. Подожди минутку, Сухо закрыл глаза и активировал анализ модели. Ужасающая энергия пронеслась по всему окружающему. Все в радиусе 100 миль была под его наблюдением и прекрасно смоделированы. Однако, модель не нашла никаких проблем. Это так странно. Сухо выглядела задаченным. Я все еще не могу избавиться от чувства, что что-то не так. Позвольте мне еще раз взглянуть. Сухо повторил свой осмотр несколько раз, но все равно не было никаких проблем. Может быть, это мое воображение? Он никогда в это не верил. Держаться. Сухо вдруг что-то вспомнил. Открыв свое устройство связи, он обнаружил, что сигнал был сильным. Линия связи была стабильной. Все было нормально. Ему не мешал враг. Однако, чем больше это было так, тем более настороженным чувствовал себя Сухо. Должно быть, он что-то упустил. Сухо управлял устройством для прямого взлома спутника. Используя спутник, он исследовал их текущее местоположение, что привело к небольшой встряске. Что случилось? Остальные увидели, как изменилось выражение его лица. Сухо слегка покачал головой. Сменив режим экрана на общедоступный, он показал бесчисленные линии данных, и в центре всего была карта с маленькой красной точкой, мигающей на ней. Что это такое? Спросил Лисинь. Наша позиция. Сухо горько улыбнулся. Наша позиция. Лантипсюй был самым знакомым с картами. Его глаза мгновенно широко раскрылись. Разве это не внутренние районы семьи Тянь? Как мы сюда попали? Невозможно, как мы могли вернуться. Что? Остальные начали тревожиться. Еще секунду назад они думали, что благополучно покинули эту территорию, но им и в голову не приходило, что они пошли по кругу и вернулись. Вернулся на территорию семьи Тянь. И это в глубинке семьи Тянь. В конце концов, у Лантипсюй было больше всего знаний. Внезапно ему пришла в голову ужасная мысль. Даже его спокойный взгляд начал изнашиваться, мы не выбрали неверный путь. Единственная возможность маршрут был изменен. Это включает в себя наши направления, пространство и время. Все изменилось. Это невозможно. Ли Тянь Тянь немедленно отверг это объяснение. Даже он, как эспер контроля времени класса С, не мог достичь такого подвига. В этом сила власти, пробормотал Лантипсюй, сила мирового эспера. Толпа задрожала. Управляй силой. Может ли это быть мир, который эспер наконец-то принял меры? Подумав об этом, даже такой спокойный человек, как Сухао, не мог не почувствовать холодок, пробежавший по его спине. Наконец-то он понял, откуда взялась эта неведомая догадка, которая беспокоила его. Мировой эспер. Давай вернемся. Ли Синь отреагировал быстрее всех. Мы больше не можем вернуться, Сухао посмотрел на окружающих и горько улыбнулся. Хотя на поверхности все еще есть север, юг, восток и запад. Независимо от того, в каком направлении мы идем, мы просто будем ходить кругами. Прежде чем закончить предложение, Сухао внезапно посмотрел вперед. Другие тоже последовали за ним, глядя в том же направлении, и все были ошеломлены. И неосознанно, внезапно появилась фигура. И никто об этом не знал. Черт, враг появился. Как только Ли Синь увидел, что кто-то появился, он немедленно направил свой удар вперед. Этот идиот. Все тело Джоу Вана задрожало, когда он немедленно подчинил Ли Синь. Можно было видеть, как холодный пот заливает спину Джоу Вана. Он с силой надавил на Ли Синь, убедившись, что тот не может двигаться. Кроме Ли Синя, никто не двигался. Они знали, что для того, чтобы человек появился в это время и в этом месте, может быть только одна возможность. Могу я узнать имя старшего? Суха набрал полный рот воздуха и спросил этого человека средних лет, который стоял в воздухе. Банда Тянь. Этот человек средних лет ответил безразличным тоном. У всех был шок. Конечно же, это член семьи Тянь. Хотя они уже догадались об этом. Когда Тянь Ган раскрыл свое имя, они все еще не могли не быть шокированы. Тянь Ган – мировой эспир. Теперь это действительно шах и мат. Они чувствовали, как у них сжимается сердце. Когда они столкнулись с управляющим семьей Тянь, все еще был луч надежды. Однако перед лицом банды Тянь они потеряли всякое мужество, чтобы противостоять ему. Это не кто-нибудь, а мировой эспир. И что им теперь делать? Суха на секунду сглотнул слюну, чтобы успокоить свою нервозность. Чего хочет старший? Вы довольно тактичны. Тянь Ган посмотрел на него на секунду. Если это обычное дело, я не возражаю оставить вас всех в живых. К сожалению, на этот раз вы создали слишком много беспорядка. Кроме того, поскольку эта молодая девушка Сиады не хочет оставаться в семье Тянь, то больше нет необходимости. Ущерб, который вы нанесли семье Тянь, может быть очищен только вашей кровью. Как и ожидалось, глава 753. Глава 753 защитить. Джань Джань Колледж. Молодой человек бежал в панике. Только войдя в школу, он сел на землю, тяжело дышая и обливаясь холодным потом. Мировой эспир. Так вот в чем его сила? Пфф у молодого человека внезапно пошла кровь. Он смущенно начал вытираться, оглядываясь по сторонам. В его глазах можно было увидеть намек на беспокойство. Этот мировой эспир только взглянул на него издалека, но он получил тяжелые травмы. Если бы его мастер не дал ему технику происхождения типа настойчивости, он, вероятно, умер бы. Но даже в этом случае ему пришлось бежать обратно с позором. Страшно, ужасно. Это первый раз, когда Ван Чен стал свидетелем истинной силы мирового эспира. Даже сопровождая своего учителя, он никогда не испытывал, как это ужасно, когда мировой эспир сражается в полную силу. Суха, если ты увидишь эту банду Тянь, просто беги. Пробормотал про себя Ван Чен. Чего он не знал, так это то, что когда он беспокоился о Суха, они действительно напали на этот мир эспиров. Бесчисленное количество энергии обрушилось на Тянь Гана и привело к такому большому количеству света, что он скрыл его фигуру. Беги. Решительно сказал Суха. Это не шутка, они действительно собираются встретиться с бандой Тянь? Конечно, нет. Когда они использовали всю свою силу, они могли только стоять лицом к лицу с менеджером. И мировой эспир сильнее, чем пиковый доменный эспир. Нет никакой надежды вообще. Их единственный шанс атаковать с полной силой, чтобы запутать суждение Тянь Гана, прежде чем воспользоваться возможностью убежать. Это был их единственный шанс. Однако, прежде чем атаки полностью исчезли, или, точнее, как только Суха произнес «Беги», сцена внезапно изменилась. Бах. Все атаки исчезли. Глаза Суха широко раскрылись в ответ. Да, они все исчезли. Можно было ясно видеть, что мощная техника происхождения, которую использовал Лисинь, что яркий золотой свет внезапно исчез, превратившись в крошечные частицы энергии, когда они рассеялись в мире. Затем последовала техника происхождения Чини Жань Ли Тянь Тянь Чжоу Ван Сиады. На самом деле, даже его царство небесное не было исключением. Казалось, все движутся медленно. Суха ясно видел, что его царство небесное, которое было сформировано из реализации, медленно рушится под действием необъяснимой силы. Вжух. Когда эта необъяснимая сила уплыла, в воздухе ничего не осталось. Все были поражены. Это сила мирового эспера, это так называемая сила правила, мгновенное уничтожение, без всякого ожидания. Но еще страшнее было то, что сила не прекращалась. Хотя он был невидим невооруженным глазом, можно было заметить, что он приближался к Суха и другим на высоких скоростях. Все тело Суха дрожало. Бум. Чини Жань ткнула пальцем, и энергия внутри ее тела хлынула потоком. Энергия, которая не была потреблена в резиденции семьи Тянь, была немедленно израсходована. Энергия превратилась в гигантский айсберг на глазах у всех. Это была техника оборонительного происхождения, показанная суванием ранее. Бум. Энергия затряслась, и айсберг растаял. Этот ужасающий метод происхождения, который был использованный с пером с талантом класса С, не мог даже длиться долю секунды. Пфф. Чини Жань закусила губу. Ли Сини Чжоу Ван также исчерпали всю свою энергию, пытаясь остановить эту силу, но все их атаки, казалось, рассеялись перед ней. Забудьте о блокировании входящей силы. Пуля Чжаофына была выпущена, но перед этой силой она была прямо превращена в порошок. Никто не мог остановить его. Эта маленькая сила правила превратила все в ничто без сопротивления. Мы что, скоро умрем? Все, казалось, были в недоумении. Их скорость мышления внезапно стала быстрее. Как говорится, в ситуациях жизни и смерти можно было бы почувствовать, что время замедлилось, поскольку образы их жизни вспыхивают в их уме. Это действительно так? Сухао почувствовал приближающуюся силу. Это ужасающая сила. Это был определенно самый большой кризис, с которым он когда-либо сталкивался. Мы можем только признать свое поражение. Я не хочу. Сухао закричал от всего сердца. Небо затряслось, когда бесконечные многочисленные слай-модели мира внезапно стали более угловатыми. Сухао, казалось, видел намек на живучесть. Умный компьютер работал на самой высокой скорости когда-либо. Осознание. Сухао закричал, бум. Царство Небесное, которое было сокрушено, явилось снова. Еще страшнее было то, что на этот раз появилось не только Царство Небесное, но и круговой мир, зеркальный мир, временный мир и другие миры. Буквально каждый мир появился в этот самый ответственный момент. Нужно отметить, что Царство Небесное было просто миром внутри постоянного мира. Он действительно вызвал все свои миры. Даже если это была всего лишь миниатюрная версия с грубым контуром, этого было достаточно. Покажись, взревел Сухао. Появился слой миров. Появилась сфера, это было Царство Небесное. Прежде чем сила правила приземлилась, появился еще один слой. Это второй слой миров. Третий слой. Четвертый слой. Царство Небесное, которое первоначально было просто сферой, теперь было окружено несколькими слоями полупрозрачных сфер. Это был множественный мировой слой, возникший в результате реализации Сухао. Думаешь, этот папочка тебя боится? Сухао стиснул зубы. Бум. Царство Небесное и власть силы столкнулись друг с другом. Глаза Сухао широко раскрылись. При столкновении Царства Небесного с господствующей силой он впервые увидел так называемую господствующую силу. Он увидел ее форму. Это была лентообразная форма, мягко касавшаяся Царства Небесного. Однако, бах, самый внешний слой разорвался. Сила правила была снова покрыта сиянием, испускаемым Царством Небесным, но был буквально нулевой эффект, поскольку он продолжал двигаться вперед. Бах. Еще один слой сломался. Бах. Даже этому множественному мировому слою, сформированному из осознания, все еще было трудно противостоять ему. Когда внешние миры были разрушены, он дрейфовал в Царство Небесное. Бах. Царство Небесное треснуло. Сила осознания Сухоо снова рухнула. Пыф-пыф. Он больше не мог сдерживаться и закашлял кровью. После разрушения его понимания, сила правила приземлилась на Сухоо мягко, как ветерок. Хлоп. Зрачок Сухоо внезапно сузился. После того, как его осознание было разрушено, сила правила вошла в его тело и начала разрушать все, что она встречала. На этот раз это была уже не реализация, а реальный мир, образцовый мир Сухоо, бум. Сила правила пронеслась через него. Временная модель рухнула. Бах. Некоторые вены в теле Сухоо лопнули. Вспыхнули бесчисленные образы. Временная модель мира. Этот мир был самым длинным, чтобы остаться рядом с ним. Его карты, методы происхождения, все было сформировано здесь. Можно даже сказать, что она росла вместе с его успехами. А теперь он сломался. С его исчезновением, все карты, которые Сухоо освоил, все его методы происхождения, все его методы культивирования. Сухоо был искалечен. Эта сила правила не была затронута вообще и продолжила свой марш. Вскоре после временного модельного мира следующей жертвой стал зеркальный мир. Щелк. Зеркальный мир разбился в дребезги. Этот зеркальный мир, который внес наибольший вклад во время прилива зверя, был мгновенно уничтожен перед этой всемогущей силой с нулевым сопротивлением. Щелк. Круговой мир разрушен. Этот мир, который действовал как связующее звено между всеми мирами, не мог контролировать входящую силу правил. Мир раскололся, превратившись в ничто. И удивительно. Накопление пурпурной силы также приземлилось на Царство Небесное. Это была проклятая сила. Эта ужасающая сила в конце концов проскользнула в Царство Небесное. В это время сила правила также приземлилась на Царство Небесное после разрушения кругового мира. Это был постоянный мир, а также последний мир Сухоо. Бум. В мгновение ока Царство Небесное оказалось на грани краха. Небо раскололось, и земля рухнула. Нет, сердце Сухаа болело. Забудь о предыдущих мирах, этот мир был его детищем. Пиньян, Чжан Ятин, Шимин Сю и они все остальные, пребывающие в Царстве Небесном. Это был его другой дом. Взгляд Сухаа пронесся по Царству Небесному. Все были спокойны, глядя на эту похожую на катастрофу сцену без всякого страха. Они хотели помочь Сухаа. Они знали, что если Сухаа умрет, они тоже умрут. Прямо сейчас единственная роль, которую они могут играть только одна. Наконец-то этот момент настал. Жители Царства Небесного подняли головы вверх. Сухаа не мог этого вынести, но могли ли они? Царство Небесное, их дом. Господи, это единственное, что мы можем для тебя сделать. Раздался громкий рев. Сухаа бросил быстрый взгляд и разрыдался. Внутри Царства Небесного была звериная армия, которая внесла свой вклад во многие дела. Ведомая дородным человеком, эта армия вела пурпурную силу, когда они устремились за пределы Царства Небесного. Это была проклятая сила. Они действительно выбежали, ведя за собой проклятую силу. Это была сила, оставленная тем мировым эспером, а также единственная сила, которая могла конкурировать с силой правления. Убить. Раздался громкий рев, когда свирепая звериная армия позволила силе влететь в их тела. Эта боль была почти невыносимой, но они настояли на том, чтобы выбежать наружу. Армия зверей теперь была похожа на пурпурный поток. Нападение самоубийцы. В небе, которое к этому времени было наполовину разрушено, находились две силы. Прозрачная сила правила и пурпурная проклятая сила имели сильное столкновение, производя громкий удар. Сухо остиснул зубы так, что из десен потекла кровь. Жители Царства Небесного использовали свои собственные жизни, чтобы защитить Царство Небесное. Глава 754. Глава 754. Жертва. Ради господа. Ради господа Бога. В воздухе ослепительный пурпурный свет переплетался с силой власти, уничтожая все. То, что осталось позади, было ничем иным, как чистой силой. Это была проклятая сила. Единственная сила, которая могла противостоять господствующей силе. Войдя в круговой мир, Сухо не осмелился прикоснуться к нему. Даже немного этого может вызвать что-то невообразимое. Эта сила, к которой Сухо не смел прикоснуться, так эффективно использовалась жителями Царства Небесного. Однако это было ценой их собственной жизни. Теперь они все были мертвы. Сухо осмотрел на эту сцену в изумлении. Он все еще помнил это ясно. В городе Гайюань он спас и пообещал им новую жизнь, которая очень взволновала их. Он все еще помнил, как эти люди преклоняли перед ним колени и называли его Господом. Он все еще помнил радость, которую они выражали, обучая его сестру, когда они впервые увидели постороннего. Он все еще помнил. Он слишком много помнил. Не зная, когда эти люди стали частью его жизни в его сердце. В этот момент все эти воспоминания были омрачены их актом Камикадзе. Прости, все тело Сухо задрожало. Открыв рот, он не знал, что сказать. Впервые в жизни он почувствовал жестокость реальности и ненависть к своему бессилию. Это чувство было на самом деле даже хуже, чем во время его пребывания в семье Сунь. Обещания, которые он давал, не могли быть выполнены. И все же эти люди ни о чем не жалели. Семья Тянь, Банда Тянь, убийственные намерения Сухоа в его сердце взлетели до небес, но он был бессилен что-либо сделать. Он мог только видеть, как каждый из жителей Царства Небесного бросается на смерть, чтобы возглавить проклятую силу. Ребята, глаза Джан Литин покраснили. Наблюдая, как эти парни каждый день уживаются друг с другом, исчезая в небытие, ее сердце почувствовало боль, которую она больше не могла терпеть. Это привело к тому, что она последовала за безрассудным поступком, бросившись туда. Я тоже иду. Щелк. Джан Литин попала в тюрьму. Бывший гений семьи Джан, сегодняшний растерянный идиот был сбит с толку. За его спиной Шимин Сюянь шагнул вперед с ухмылкой. Это дело мужчин. Ты, как маленькая девочка, должна перестать присоединяться к толпе. Пиньян, защити ее. Шимин Сюянь посмотрел на Пиньяна, единственного, кто не предпринял никаких действий. Пиньян обладает талантом управления пространством. В царстве небесном эффект был бы слишком слабым. Хорошо, Пиньян больше не произносил ни слова. Эти дураки. Суха хотел сделать шаг, но мог только беспомощно наблюдать со стороны. Все миры, вся его сила были уничтожены. На самом деле, он мог забыть о попытке переместить кирпич или плитку в царствие небесное. Ха-ха, маленький сопляк Сухаа, Шимин Сюянь громко рассмеялся. Хотя ты сильнее меня, позвольте мне называть вас братом. Не чувствуйте себя виноватым, царство небесное не только ваше, но и наш дом. Наш дом сейчас разрушается, конечно, мы должны встать и защитить его. Он имеет нулевое отношение к вам. Тем не менее, я все еще хочу сказать. Я представляю всех здесь, чтобы сказать спасибо, голос Шимин Сюянь задрожал. Спасибо, что создали здесь жизнь. Спасибо, что позволили нам снова жить. Спасибо, что заставили нас почувствовать себя семьей. Что ты пытаешься сделать? Суха чувствовал себя не очень хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха. Шимин Сюянь снова громко рассмеялся и бросился к оставшейся проклятой силе в царстве небесном. Он сконденсировал каждую ее частичку и затем интегрировал ее в свое тело. С проклятой силой Шимин Сюянь активировал свой домен аурусферу на полную мощность. Собрав всю свою силу, он бросился в царство силы в небе. Шимин Сюянь в глазах Суха было отчаяние. Это не просто кто-то, это его друг и его учитель. Десять лет в маленькой темной комнате Шимин Сюянь был тем, кто сопровождал его все эти годы, обучая его о доменной области и укрепляя его основания. Теперь этот старейшина, которого он очень уважал, превратился в густой пурпурный огонь, оставив после себя мерцание яркого света в небе. Бум! Суха, наконец, не смог сдержать слез. На самом деле, все видели, как Суха блокирует силу правления, а затем время сильно замедлилось. Он собирается умереть? Нет, не в этом дело. Это была сила управлять временем ли Тянь-Тянь? Сталкиваясь с силой правила, она действительно может быть использована так? Толпа посмотрела на него, а затем заметила, что Ли Тянь-Тянь теперь покрыт белыми волосами. Ся, Ли Тянь-Тянь секунду смотрел на нее. Оба нежно держали друг друга за руки. Именно в этот момент их сердца стали ближе друг к другу. После долгих лет разлуки они наконец-то воссоединились. Однако, такая концовка не то, что кто-либо ожидал. Когда мировой эспер сделал шаг, никто не смог устоять. Однако Суха боролся за них. Они не должны позволить Суха умереть у них на глазах. Ходили слухи, что у Суха есть мастер мирового эспера. Даже если еще одна секунда задерживается, этот мастер может прибыть. Бум. Внезапно Аура Сиады в ее теле взорвалась. Это была всемогущая сила. Подобно реке, она изливалась и конденсировалась в десятки огненных мечей, которые направлялись к силе правления. Световые мечи ярко сияли. Конденсировать задержка по времени ли тянь-тянь достиг своего крайнего предела. Страшная часть заключалась в том, что сила правила даже после того, как она была взорвана атаками Сиады и сильно повлияла на время медленно. Нулевая реакция. Они снова повторили атаку. Никакой реакции. Опять. Снова и снова. Меч за мечом. Могучей силой правила перед совместной атакой ли тянь-тянь и Сиады. После прочного в течение определенного периода, подвергаются бомбардировкам тысячи раз, в силу правила, наконец остановился. Бах. Больше не было никаких признаков силы власти. В глазах других, то, что они могли видеть, было атаки Сиа. В мгновение ока бесчисленные световые мечи перекрывали друг друга, направляясь к пустому пространству. В течение одной тысячной миллисекунды сила правил была отключена. А. Даже тянь-ган, даже тот мировой эспер, был немного удивлен такой переменной событий. Что касается силы правления в Царстве Небесном, то она также остановилась в этот момент. Суха облегченно вздохнул, но, глядя на ли тянь-тянь, его лицо было огромное изменение. Вы же же же. Течение времени охватило Суха. Ребята, это началось из-за нас. Давайте покончим с этим, ли тянь-тянь держал Сиады за руки, а затем улыбнулся Суха. Если бы не мое упрямство, мы бы не дошли до этого момента, произнес он извиняющимся тоном. Извините, что не смогли спасти всех. То, что Сиа и я мог бы достичь только это. Ли тянь-тянь и Сиады спокойно стояли, глядя друг на друга и держась за руки. Перед этим кризисом от них не исходило ни малейшего страха. Возможно, для них возможность умереть вместе, это уже счастье. Ли тянь-тянь продолжал замедлять время, почти поймав в ловушку мир эсперов. Ужасающая сила продолжала нарастать, он больше не беспокоился о потреблении энергии. Это ужасающая часть таланта класса С. Однако, Суха знал, что происходит. Он и раньше видел искусство омоложения. Был этот один метод происхождения, который позволяет пользователю толкать свой потенциал к самой высокой способности, которая никогда не была достигнута раньше. А цена – это собственная жизнь. Появление искусства омоложения – это благословение или проклятие? Суха не был уверен. Но теперь он презирал этого проклятого изобретателя искусства омоложения. Бум! Ли тянь-тянь и Сиа снова атаковали. После остановки силы, оставшаяся сила правила в теле сухая продолжала запутываться с проклятой силой. Половина Царства Небесного была уничтожена. В этот момент, смутная тень позади ли тянь-тянь полыхнула. Эта плотная, обширная аура снова появилась. Как будто они видели, что произошло в Царстве Небесном, они оба держались за руки. Сиа-Де, вероятно, тоже это видел. Используя телекинез, все ее силы были перенесены в Царство Небесное. Вы же же же. Царство Небесное, которое было наполовину разрушено минуту назад, было восстановлено. Это сила телекинеза. Телекинез не так силен, как контроль времени и пространства, но его можно считать всемогущей способностью. Когда человек достигает пика, говорят, что он может заменить что угодно. Вжух! Мощный телекинез обернулся вокруг силы правила и проклятой силы. Эти две силы, которые не остановятся, пока ни одна из них не исчезнет, начали испытывать странное перемирие из-за появления третьей стороны. Сила правила и проклятая сила были закручены спиралью, как спираль ДНК. Затем телекинез окружил обе нити, действуя как смазка и буфер, чтобы они не сталкивались друг с другом. Хаос внутри Царства Небесного, казалось, на время прекратился. Ли Тянь Тянь и Сиады улыбнулись друг другу. Их фигуры, казалось, становились все более прозрачными с течением времени. Суха немного дрожал. Этот момент он, наконец, прибыл. Если ты сможешь выжить, помоги мне позаботиться об отце, прошептал Сиады. Жить наилучшим образом. Ли Тянь Тянь усмехнулся, когда его тело стало едва различимым. Их фигуры постепенно исчезали, рассеиваясь в небе. Затем течение времени так же быстро вернулось к норме. Нет. Суха был потрясен, он ненавидел себя за то, что был слаб. Глядя на Ли Тянь Тянь и Сиады, которые собирались исчезнуть, не зная почему, он подсознательно использовал Создателя Вселенной. Эта часть восстановленности, а случилось хранить Создатель Вселенной, но эти двое, чьи жизни вот-вот закончатся, они могут выжить. Бум. Два потока света вошли в Царство Небесное. Они появились. Суха был удивлен. Однако вскоре удивление в его глазах исчезло, потому что Сиады и Ли Тянь Тянь парили в воздухе без каких-либо признаков сознания. Глава 755. Глава 755. Печать. Вернись. Суха вернулся к реальности. Время пришло в норму, и больше не было никаких признаков смерти Ли Тянь Тянь и Сиа. Что же касается оставшихся, то им предстояло столкнуться с тем же самым мировым эспером, Тянь Гангом. Не было никаких изменений. Это также было необходимым условием, сказанным Ли Тянь Тянь и Сиа, если они живы. Но смогут ли они выжить? Суха вдруг не почувствовал никакого раскаяния. Чего тут бояться? В худшем случае, они просто умрут вместе. В глазах остальных, кто бы мог подумать, что так много всего произошло в одно мгновение. Они только видели, как Ли Тянь Тянь и Сиа исчезают в бесчисленных крошечных частицах. Лан Типсю не открывал рта. Оба его кулака были сжаты, а глаза закрыты. Полились слезы, он понял этих двух детей больше всего и знал, что только что произошло. Возможно, с того момента, как он узнал, что у этих двух детей есть талант класса С, он уже мог догадаться о возможном результате. Любой класс С талант эспер не будет иметь хорошего конца. Нет никаких исключений. Даже те, кто был жив до сих пор, не могли избежать этой участи. Сиады был таким же, как и Ли Тянь Тянь. Даже Пиньян был таким же. Но почему, Лан Типсю ненавидел этот мир? Они, Ченни Жан и остальные смотрели друг на друга в течение секунды и могли догадаться, что произошло ранее. Сначала операция, которую они считали успешной, превратилась в событие, полное сюрпризов. Это все из-за одного мирового эспера? Все замолчали, но у них не было никакой роскоши, чтобы грустить, потому что они знали, что скоро они будут следовать за Ли Тянь Тянь. Перед мировым эспером, есть ли у них время горевать? Однако они подсознательно смотрели на Сухаа. Он, сможет ли он это вынести? Почему он не может этого вынести? Сухаа холодно шагнул вперед и посмотрел на Тянь Гана. Этот мир эспер на самом деле просто молчал после того, как его правящая сила была заблокирована. Так вот в чем дело, Тянь Ган задумался на секунду и вдруг осознал, это и есть сила таланта класса С? С взрывом силы от сжигания их жизни, это действительно удивило меня. Моя сила правила, это первый раз, когда кто-то когда-либо разорвал его. Кроме того, он исходит от двух маленьких детей, которые являются просто пиком профессионального эспера. Это действительно интересно. Интересно, Сухаа посмотрел на него, в твоих глазах это так? Конечно, Тянь Ган на секунду улыбнулся. Однако он, казалось, что-то заметил и потерял интерес к разговору. Маленькое отродье, муравьи и кроты не имеют квалификации, с которой можно торговаться. Не волнуйтесь, вы будете сопровождать их в ближайшее время. Вы думаете, что, отрезав мою силу правления, это закончится? Что за шутка? Бум! Тянь Ган снова принял меры, еще один раунд власти силы. Все были в ужасе, да. Даже если Сухаа будет наслаивать несколько миров, чтобы сопротивляться, даже если все в Царстве Небесном будут принесены в жертву, ну и что? Для Тянь Гана, в глазах этого мирового эспера, это просто какая-то случайная сила правила, вызванная без какого-либо усилия. К тому же, он даже не был серьезен. Он уже много раз смягчал его. И это случайное попадание стало роковым для всех. Щелк! Почти не было никакого ожидания. Могучая сила правила небрежно дрейфовала к ним. Царство Небесное, которое только что восстановилось мгновение назад, снова разбилось. Сухаа хотел атаковать, чейни же они другие тоже хотели сделать ход, но они были опечалены, обнаружив, что все их силы были исчерпаны от нападения ранее. Столкнувшись с мировым эспером, они были бессильны сопротивляться. Бум! Царство Небесное было теперь полностью пронизано. Куски мусора плавали вокруг. На самом деле, даже аура из внешнего мира начала вторгаться внутрь. Царство Небесное было теперь на грани краха. Даже Сухаа ничего не мог сделать, чтобы спасти его. Это скоро закончится. Пиньян поднял голову. Приток ауры из внешнего мира означал, что Царство Небесное уже вышло из равновесия. Это также указывало на то, что они вот-вот исчезнут. В конце концов, они не существовали на самом деле. Если Царство Небесное будет разрушено, все здесь будут уничтожены. Хотя люди Царства Небесного пожертвовали своими жизнями, чтобы обменять время на всех, время, за которое они боролись, было слишком жалко коротким. Пиньян на секунду взглянул на Чжан Йитин, а затем перевел взгляд на тех, кто сейчас находился в коме. Тогда его сердце приняло решение. Уф-ф. Пиньян втянул воздух снаружи, и его тело стало несколько прозрачным. Я приближаюсь к силе пространства. Это чувство действительно замечательно. Бум. Сила подскочила. После вспышки, исходящей от Сиадли Ли Тянь Тиня, этот человек, который также является талантом из пера класса С, наконец добился собственного прорыва силы пространства. Однако его целью был не враг, а собственные союзники. Во имя меня, тюлень. Вжух. Сила пространства возникла, когда появилась пустая фотография. Выжи-жи-жи. Чжан Йитин исчез. В воздухе появилась еще одна фотография. Над ним было холодное выражение лица Чжан Йитин. Это принадлежало к уникальной способности происхождения Пиньян, космической печати. Выжи-жи-жи. Ли Тянь Тянь исчез. Цзо Ся Ю исчез. Ся Ды исчез. Каждый из них превратился в фотографию, бесшумно падающую на землю. Пиньян схватил все фотографии, а затем посмотрел на единственное место в Царстве Небесном, которое не было повреждено. Странно. Это была тюрьма для злого гигантского дерева. Раньше Суха заточал его там, но никогда бы не подумал, что этому гигантскому дереву так повезет, что даже сейчас оно все еще живо. Пиньян показал улыбку в уголках губ. Поднимая руку. Щелк. Тюрьма была не заперта. Гигантское дерево было освобождено. Время. Пиньян покачал головой. Его тело стало еще более прозрачным, чем раньше. Последняя сила пространства вышла из его руки. Во имя меня, печать. Выжи-жи-жи. Пиньян исчез. То, что осталось, было фото с яркой улыбкой. Он запечатал себя. Пять фотографий упали, плавая за пределами Царства Небесного и погружаясь в самую глубокую точку моря сознания Сухаа. Если Сухаа не умрет, эти фотографии не исчезнут. Пиньян ошеломленно наблюдал Сухаа. Он знал, что на этот раз Царство Небесное действительно закончилось. Независимо от того, сколько людей атаковали, они не смогут остановить эту случайную атаку, исходящую от мирового эспира. Бум. Под давлением господствующей силы. Небеса падают и земля разрывается, Царство Небесное рассеивается. Р-Р-Р-Эхом отозвался сердитый рев. Он исходил от злого гигантского дерева. С того момента, как он вошел в Царство Небесное, оно было заключено в тюрьму. Теперь, когда он был освобожден, ему предстояло столкнуться с еще одной катастрофой. Он больше не мог этого выносить. С громоподобным ревом гигантское дерево фактически взяло на себя инициативу, чтобы выбежать. В последних руинах Царства Небесного никто не ожидал, что там будет несколько сил. Сила происхождения и сила проклятия были переплетены, образуя особую спиральную мощь сил управления Тяньгана и это проклятое гигантское дерево. Сила правила должна была уничтожить все. Но кто бы мог подумать, что эта маленькая сила проклятия изменит ход событий. Теперь это гигантское дерево вырвалось наружу. Бум. Суха закрыл глаза. В это время уничтожение этого гигантского дерева также представляло собой конец Царства Небесного. Бум. Суха внезапно открыл глаза и недоверчиво посмотрел на гигантское дерево. Это гигантское бушующее дерево фактически сумело остановить силу правления. Как такое возможно? Суха был в шоке. Это атака мирового эспера. Р-ра-ра-а. Гигантское дерево взревело, столкнувшись с силой правила. В этот момент Суха вспомнил ранее, что это проклятое гигантское дерево было тем, что запечатало голубую бабочку мечты. Семь печатей. Другими словами, это дерево произошло от мирового эспера. Таким образом, даже если он не был сильным, он не боится силы правила. Выжи-жи-жи. Столкнувшись с силой власти, гигантское дерево претерпело еще одно изменение. Это гигантское дерево, которое изначально было слабым, казалось, впитало в себя какое-то питательное вещество. Он фактически поглотил часть силы правления, а затем вернулся к своему первоначальному виду, который Суха встретил во время их первой встречи. На самом деле, теперь он был еще больше. Так вот как это работает, пробормотал Суха. Это гигантское дерево было сделано из силы мирового эспера, запечатывая голубую бабочку мечты в течение многих лет. После того, как его сила была исчерпана, Суха смог воспользоваться ею. Теперь с силой правила он был обновлен и фактически способен столкнуться с силой правила лоб в лоб. РРРА взревело гигантское дерево. Захватив власть силой, суматоха происходила в Царстве Небесном благодаря действию гигантского дерева. Теперь пришла аура из внешнего мира. Фигура гигантского дерева тоже стала прозрачной. Когда Царство Небесное исчезло, никто внутри него не мог избежать этой участи. Даже это гигантское дерево, которое было омоложено, не было исключением. Это все потому, что у них нет физического тела. Поняв, что что-то не так, гигантское дерево раскидало свои стволы, превратившись в яркий источник энергии. В Ижижи же были нарисованы странные руны в форме круга. Всего семь слоев. Заключая в себе силу правила и таинственную спиральную силу вместе, он оставил свой отпечаток в глубине сознания Сухаа. Печать. Еще одна печать. Это гигантское дерево на самом деле знало, как выиграть себе шанс остаться в живых, превратив себя в печать, чтобы получить спасение. В жух, тело Сухаа снова стало безмолвным. С разрушением царства небесного все миры исчезли, и Сухаа теперь официально стал пустым местом. Однако на этот раз он вместо этого улыбнулся Тяньгану. Его глаза были полны бесконечного презрения. Что касается Чин и Жани других, они все были потрясены. Увидев эту сцену, сила правила, которая приземлилась на тело Сухаа, на самом деле не причинила ему никакого вреда. На самом деле он даже исчез. Что случилось? Лицо Тяньгана наконец-то изменилось. Глава 756. Глава 756. Коллега. Кто это? Глаза Тяньгана были полны убийственных намерений. Он был так близок к убийству Сухаа и все же кто-то здесь, чтобы создать ему проблемы? Это территория Семьи Тянь. Даже если сюда придет эспер из другого мира, ему придется встать на колени. Кто здесь? Тело Сухаа было покрыто холодным потом. Он буквально чувствовал, что больше не протянет. В конце концов, он столкнулся с мировым эспером. Эспер, которому просто нужно поднять палец, чтобы убить бесчисленных сильных эсперов. На самом деле, даже когда они обменивались словами, большая часть его умственных сил должна была быть израсходована. Кроме того, разве нынешний он не калека? Временами он даже не понимал, почему пытается оттянуть время. Ли Тянь-Тянь боролся, чтобы дать ему время. Жители Царства Небесного боролись, чтобы выиграть ему время. Даже это проклятое гигантское дерево боролось, чтобы оттянуть время. Поэтому он продолжал ждать, дожидаясь этой смутной надежды. И вот теперь появился луч надежды. Кто это? Суха поднял голову и увидел знакомую фигуру. Это был тот же самый старик, который спас его в колледже. Чжан-Чжинь, этот пиковый мировой эспер. Хорошо. Суха потерял сознание и упал в обморок. Чжинь и Жань быстро подошел, чтобы помочь ему подняться. Бум. Тот старик вышел из пространства. Это ты. Тянь-Ган внезапно задрожал, вскрикнув от страха. Секунду назад он все еще задавался вопросом, какой мировой эспер осмелился вторгнуться на территорию семьи Тянь, и это оказался тот самый человек. Раньше в колледже Чжан-Чжинь. Тянь-Ган, казалось, что-то придумал. Да, это был я. Старик сохранил свое спокойное самообладание. Тянь-Ган мог только горько улыбнуться. Тот, кто стоял за спиной Суха, оказался им. Эти несколько детей, я забираю их с собой, старик не стал тратить время на всякую ерунду. Взмахом руки он схватил Суха и остальных. Тянь-Ган начал паниковать и стиснул зубы, блокируя этого старика. Несмотря ни на что, это все еще территория семьи Тянь. Я советую. Убирайся. Если это старый предок семьи Тянь, возможно, я немного побаиваюсь. Однако ты всего лишь молодое отродье. По какому праву ты сейчас вот так высокомерно стоишь передо мной? Этот старик холодно посмотрел на Тянь Гана. И спустив на секунду свое убийственное намерение, он исчез вместе с Сухао и его друзьями, оставив позади раненую банду Тянь, которая была полна ненависти и сожаления. Тем не менее, он быстро подумал об этом. Хотя свадьба была распределена, или Тянь Тянь и Сиады были казнены. Семья Тянь могла считать, что он претендует на свое лицо. Между тем, что касается самого опасного человека, Сухао, его способность происхождения была искалечена. Этот мальчик больше не является проблемой, усмехнулся Тянь Ган. Так что если человек принял решение, хотя Сухао удалось остановить силу правления пару раз, его способность происхождения и домен были насильственно уничтожены. Страдая от тяжелых травм, то, что осталось позади, это пустая оболочка, даже если он выживет, он теперь калека. Подумав об этом, Тянь Ган покинул место происшествия. Только то, что он никогда не думал, что этот сопляк, которому едва удалось вырваться из его рук, является персонажем, который бросает вызов небу. Он также никогда не задумывался о том, что в ближайшем будущем в мире произойдет катастрофа. Вот, где это? Это что, сон? Полная темнота, Сухао не мог чувства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok